Ян Потоцкий. Рукопись, найденная в Сарагосе. Перевод с польского. Издательство «Художественная литература. Москва. 1989 год». Читает Николай Казии. Предисловие. Будучи офицером французской армии, я принимал участие в осаде Сарагосы. Через несколько дней после завоевания этого города, оказавшись в одном из отдаленных его кварталов, я обратил внимание на домик довольно изящной архитектуры, которой, это было сразу видно, французские солдаты еще не успели разграбить. Подстрекаемый любопытством, я подошел к двери и постучал. Она оказалась не заперта, я слегка оттолкнул ее и вошел внутрь. На мой зов никто не откликнулся. Поиски не дали результата, в доме не было ни души. Казалось, что из дома вынесли все ценное. На столах и в шкафах остались одни ненужные безделицы. Только в углу на полу я увидел несколько исписанных тетрадей. Перелистал их. Рукопись была испанская. Хоть я очень слабо знал этот язык, но все же понял, что нашел что-то интересное. Рукопись содержала повествование о каббалистах, разбойниках и оборотнях. Чтение необычайных историй казалось мне прекрасным средством рассеяния среди походных трудов. Решив, что рукопись навсегда утратила законного владельца, я без колебаний взял ее себе. Через некоторое время нашей армии пришлось оставить Сарагосу. С несчастью, я оказался в стороне от главных сил и вместе со своим отрядом попал в руки противника. Я думал, что пробил мой последний час. Когда нас привели на место, испанские солдаты стали делить наше имущество. Я попросил, чтобы мне оставили один только предмет, не представлявший для них к тому же никакой ценности, а именно найденную мной рукопись. Сперва они не соглашались, но потом попросили указаний командира. Тот, кинув взгляд на тетради, лично поблагодарил меня за то, что я спас произведение, очень для него важное, так как в рукописи речь шла об одном из его предков. Я объяснил, каким образом драгоценные тетради попали ко мне в руки. Испанец взял меня к себе на квартиру, хорошо со мной обходился, и я довольно долго прожил у него. По моей настоятельной просьбе он перевел рукопись на французский язык, а я точно записал его перевод. День первый До того, как граф Олавидо заселил Сьерра-Морену, в этих неприступных горах, отделявших Андалузию от манчи, жили контрабандисты, разбойники и небольшое количество цыганов, которых шел слух, что они пожирают трупы убитых путников. Отсюда, может быть, возникла испанская пословица, двусмысленная фраза, которую можно перевести либо как «Цыганки Сьерра-Морены любят человеческое мясо», либо как «Цыганки Сьерра-Морены любят мужскую плоть». Мало того, говорили, что путешественника, решавшегося вступить в эту дикую местность, преследовали тысячи ужасов, один вид которых приводил в трепет самых смелых. Он слышал голоса плачущих, мешающиеся шумом горных потоков, его манили блуждающие огни, и невидимые руки под свет бури толкали в бездонную пропасть. Правда, на этой страшной дороге можно было изредка встретить какую-нибудь венту, то есть уединенный трактир, но духи еще более дьявольские, чем сами трактирщики, заставляли последних уступать им свои места и удаляться в края, где только голос совести нарушал их покой, и трактирщики, выбирая из двух зол меньшее, предпочитали иметь дело со вторым, то есть с совестью. Трактирщик из Андухара клялся святым Иаковом Компостельским, что в рассказах этих нет ни слова ни правды. И в заключение прибавил, что лучники святой Германдады всегда отговариваются от походов в горы Сьерра-Морены, а путешественники предпочитают дорогу на Хаен или Эстремадуру. Я ответил ему на это, что такой выбор может прийти с по вкусу заурядным путешественником, но если король Дон Филипп V удостоил меня звания капитана Волонской гвардии, священный долг чести повелевает мне ехать в Мадрид кратчайшей дорогой, будь она хоть самой опасной. — Молодой господин мой, — возразил трактирщик, — позвольте мне обратить внимание вашей милости на то, что ежели король удостоил вас звания капитана, прежде чем наилегчайший пушок оказал такую же честь подбородку вашей милости, то было бы уместным прежде всего доказать свое благоразумие. Тем более, что уж ежели злые духи облюбуют себе какое-нибудь место, он наплел бы мне еще с три короба, но я дал шпоры коню и умерил его бег, только когда решил, что слова трактирщика уже не дойдут до меня. Тут, обернувшись, я увидел, что он машет руками, указывая мне дорогу на Эстремадуру. Мой слуга Лопес и погонщик Мулов-Москита глядели на меня с состраданием, как будто разделяли предостережение трактирщика. Я сделал вид, словно ничего не понимаю, и пустился в Чищогу, туда, где позже возникло селение под названием Ля Карлотта, на том месте, где теперь почтовая станция. Тогда находилась в пристанище, хорошо известное погонщиком Мулов, которое они называли Лос-Алькорнокес, то есть пробковые дубы, так как два прекрасных дерева этой породы осеняли там отделанный белым мрамором обильный источник. Это был единственный водопой и единственная тень, какие можно было найти от Андухара до трактира Вентекемада, большого и удобного, хоть и стоящего в пустынной местности. Собственно говоря, это был старинный мавританский замок, приведенный в порядок по распоряжению маркиза Пенья Кемада, откуда и название Вентекемада. Позже маркиз сдал замок в наем одному горожанину из Мурсии, который устроил там самый большой на этой дороге трактир. Путешественники утром выезжали из Андухара, съедали в Лос-Алькорнокес, имевшуюся у них провизию, и ехали ночевать в Вентекемаду. Там они нередко проводили весь следующий день, готовясь к переходу через горы и запасаясь новой провизией. Таков был и мой план. Но когда мы приближались к пробковым дубам, я напомнил Лопесу о том, что пора подкрепиться, оказалось, что москито куда-то пропал вместе с Муром, навьюченным всеми нашими запасами. Лопес ответил, что погонщик отстал от нас на несколько сотен шагов, чтобы поправить вьюки. Мы подождали его, потом проехали немного вперед, потом опять остановились, стали звать его, потом вернулись той же дорогой, думая найти его, но напрасно. Москито исчез и увез с собой драгоценнейшую нашу надежду, то есть весь наш обед. Я с вечера ничего не ел, а Лопес все время жевал взятый в дорогу табосский сыр. Однако от этого ему было ничуть не веселей моего. И он ворчал себе под нос, что андухарский трактирщик был прав, и бедному москито, видно, унесли черти. Приехав в Лос-Аль-Корнотес, я увидел возле источника корзинку, накрытую виноградными листьями, наверное, забытые кем-нибудь из проезжих фрукты. С любопытством запустив в нее руку, я обнаружил там четыре отличные фиги и апельсины. Две фиги я хотел отдать Лопесу, но он поблагодарил и отказался, говоря, что может подождать до вечера. Тогда я съел все сам, а потом захотел напиться воды из источника, но Лопес удержал меня, утверждая, что после фруктов пить воду вредно, и подал мне оставшееся у него небольшое количество аликанте. Я принял угощение, но как только вино оказалось в желудке, у меня вдруг защемило сердце. Небо и земля закружились перед моими глазами, и я наверняка потерял бы сознание, если бы Лопес не поспешил мне на помощь. Он привел меня в чувство, сказав, что я не должен удивляться, и что дурно мне стало от голода и усталости. В самом деле, ко мне не только вернулись силы, но я даже почувствовал необычайное возбуждение. Окрестности, казалось, засверкали тысячью красок, предметы заискрились у меня в глазах, словно звезды летней ночью, а кровь стремительно побежала по жилам, застучав в висках и на шее. Лопес, видя, что я пришел в себя, возобновил свои жалобы. Ах, зачем мне послушался я, брата Херонима, тринедатского монаха, проповедника, духовника и оракула нашего семейства. Недаром он, будучи Шурином пасынка, невестки отчима моей мачехи, и таким образом ближайшим нашим родственникам, не позволяет, чтобы у нас в доме что-нибудь делалось без его совета. А я поступил по-своему, и вот получаю по заслугам. Как часто толковал он мне, что офицеры Волонской гвардии сплошь еретики, о чем ясно говорят их светлые волосы, голубые глаза и румяные щеки? Ведь у добрых христиан свет лица, как у Мадонны из Аточи, которую написал Святой Лука. Я прервал этот поток дерзостей, приказав Лопесу подать мне двустволку и остаться при лошадях, а сам решил взобраться на одну из окрестных скал в надежде обнаружить заблудившегося москита или хотя бы его следы. В ответ Лопес залился слезами и, кинувшись к моим ногам, стал заклинать меня ради всех святых не оставлять его одного в таком опасном месте. Тогда я решил остаться самому с лошадьми, а Лопеса отправить на розыске москиту, но это намерение испугало его еще больше. Однако, в конце концов, я привел ему столько убедительных доводов, что он позволил мне уйти и, вынув из кармана четки, начал усердно молиться. Горные вершины, на которые я решил подняться, находились гораздо дальше, чем мне показалось на первый взгляд, и для того, чтобы добраться до них, я потратил не меньше часа. Поднявшись на макушку горы, я увидел под собой дикую и пустую равнину, без малейших следов человека, зверя или какого-нибудь жилища, каких-либо дорог, кроме той, по которой я приехал. И вокруг глухая тишина. Я нарушил ее криком. Мне ответило только эхо вдали. В конце концов, я вернулся к источнику, где нашел своего коня, но Лопес, Лопес, исчез бесследно. Передо мной было два пути. Либо обратно в Андухар, либо дальше вперед. Выбрать первое мне даже в голову не приходило. Я сел на коня и, пустив его крупной рысью, через два часа выехал на берег Гвадалквивира, который не разливается здесь тем великолепным спокойным потоком, каким он омывает стены Севильи. При выходе из гор Гвадалквивир мчится быстрой стремниной, не зная дна и берегов, колотясь волнами оскалы на каждом шагу, мешающие его разбегу. Долина Лос-Старманас начинается в том месте, где Гвадалквивир выбегает на равнину. Долина получила свое название от трех братьев, которых жажда разбоя объединяла гораздо больше, чем кровное родство. Место это долго было ареной их злодеяний. Из трех братьев двоих поймали, и в том месте, где начиналась долина, можно было видеть тела их, качающиеся на виселицах. Третий же по имени Зото бежал из тюрьмы в Кордове и, говорят, укрылся в горах Аль-Пухары. Удивительные вещи рассказывают о двух повешенных братьях. Их не называют прямо оборотнями, но утверждают, что часто по ночам тела их, оживленные нечистой силой, сходят с висели и преследуют живых. Эта история почитается столь достоверной, что один богослов из Соломанки написал обширный трактат, где доказывал, что висельники являются чем-то вроде вампиров, что подтверждается многочисленными примерами, которые убедили, в конце концов, даже самых недоверчивых. Ходили также слухи, будто эти двое были осуждены невинно, и, мучая путников и проезжих, мстят за себя с позволения неба. Я много слышал об этом в Кордове и, подстрекаемый любопытством, подъехал к виселице. Зрелище было тем более отталкивающим, что, когда ветер шевелил мерзкие трупы, свирепые коршуны принимались раздирать их внутренности и склевывать последние остатки тела. Я с отвращением отвернулся и пустился в горы. Надо признать, что долина Лос-Эрмана, казалось, была создана для разбойничьих нападений, предоставляя преступникам повсюду укрытия. На каждом шагу путник встречал препятствия в виде обвалившейся скалы или вывороченного будней векового дерева. Во многих местах дорога пересекала русло потока и проходила мимо глубоких пещер, зловещий вид которых не внушал доверия. Миновав эту долину, я вступил в другую и увидел трактир, где мне предстояло искать приюта, но вид его уже издали не сулил ничего хорошего. Я заметил, что у него нет ни окон, ни ставин, дым не шел из трубы, вокруг ни малейшего движения, и прибытие мое не было ознаменовано собачьим лаем. Отсюда я сделал вывод, что это место исчезла тех, о которых андухарский трактирщик говорил как о раз и навсегда оставленных. Чем ближе подъезжал я к трактиру, тем глубже казалась мне тишина. Наконец, подъехав вплотную, я увидел у входа кружку для сбора милостыни с такой надписью «Господа путешественники, помолитесь за душу Гонсалеса из Мурсии, бывшего хозяина Вента Кемады». Но самое главное, не задерживайтесь здесь и ни в коем случае не останавливайтесь на ночлег. Я решил смело ждать опасностей, которыми грозила надпись отнюдь не потому, чтоб не верил в существование привидений, а, как покажет дальнейшее повествование, потому что в моем воспитании больше всего усилий было направлено на то, чтобы выработать во мне чувство чести, а честь, по-моему, заключается в том, чтобы никогда не обнаруживать боязни. Солнце еще не совсем зашло, и я воспользовался последними его лучами, чтобы осмотреть это жилье, по правде говоря, не столько для того, чтобы оградить себя от адских сил, сколько, чтобы отыскать что-нибудь съестное, так как теми крохами, которые я нашел в Лос-Алькорнокес, едва можно было на короткое время заморить червячка, но ни в коем случае не утолить мучивший меня голод. Я прошел несколько просторных комнат, большая часть их была украшена мозаикой до высоты человеческого роста. Потолки покрывала великолепная резьба, какой в свое время по праву гордились мавры. Я осмотрел кухню, чердак и погреба. Последние были высечены в скале, а некоторые из них соединены с подземельями, уходившими, видимо, далеко в глуби гор, но ничего съестного не нашел. Наконец, когда уже начало смеркаться, я вернулся к лошади, которая все это время стояла привязанная во дворе, отвел ее на конюшню, где увидел охапку сена, а сам пошел в ту комнату, где стояла жалкая кровать и единственное ложе, оставшееся во всем трактире. Попробовал заснуть, но безуспешно, и тут, как назло, обнаружилось, что я не могу найти не только пищи, но и света. Чем темнее становилась ночь, тем все более мрачный оттенок приобретали мои мысли. Я думал то о внезапном исчезновении обоих моих слуг, то о том, как подкрепить свои силы, мне приходило в голову, что грабители, неожиданно выскочившие из кустов или какого-нибудь подземного укрытия, схватили лопеса и москито, а на меня, побояясь напасть, видя, что я человек военный и что это отнюдь не сулит им легкой победы, больше всего меня занимала мысль о том, как бы утолить голод. На горах я видел коз, при них, конечно, должен быть и пастух, и трудно представить себе, чтобы у него не нашлось молока и хлеба. Кроме того, я рассчитывал на свое ружье, но ни за что на свете не вернулся бы я в Андухар, опасаясь на смешливых расспросах трактирщика, и я твердо решил без колебаний продолжать свой путь дальше. Когда со всеми этими размышлениями было покончено, я не мог не вспомнить известные истории о фальшивомонетчиках и многих других в таком же роде, которые мне рассказывали на сон грядущей в детстве. Приходила в голову надпись на кружке для сбора милостыни. Я не допускал мысли, чтобы трактирщику свернул шею дьявол, но не мог найти объяснение его печальному концу. Так в мертвой тишине протекал час за часом, как вдруг я вздрогнул от неожиданного звона колокола. Я насчитал двенадцать ударов, а, как известно, злые духи имеют власть только от полуночи до первого пения петуха. Как было не изумиться, если до этого часы ни разу не били, и бой их произвел на меня зловещее впечатление. Вскоре дверь в комнату открылась, и я увидел на пороге черную, но отнюдь не страшную фигуру. Это была красивая полуногая негритянка с двумя факелами в руках. Негритянка подошла, отвесила мне глубокий поклон, и обратилась ко мне на чистом испанском языке с такими словами «Сеньор кавалер, две иностранки, остановившиеся на ночлег в этом трактире просит тебя провести вечер в их обществе, не угодно ли следовать за мной?» Я поспешил за негритянкой, и, пройдя несколько коридоров, оказался в ярко освещенной зале, посреди которой стоял стол с тремя приборами, уставленный японским фарфором и графинами из горного хрусталя. В глубине залы возвышалось роскошное ложе. Несколько негритянок сновали туда и сюда, наводя порядок, но вдруг они почтительно расступились, образовав два ряда, и я увидел двух входящих женщин. Лица их, цвета розы и лилии, чудно оттенялись эденовым цветом прислужниц. Молодые женщины держали друг друга за руку, одеты они были немного странно, по крайней мере, мне так показалось, хотя впоследствии в дальнейших моих странствиях, я убедился, что это был обычный наряд, распространенный на барберийских побережьях. Он состоял по существу только из рубашки и корсажа. Верхняя половина рубашки была полотняная, а от пояса из мекенесского газа, материи, которая была бы совершенно прозрачной, если бы широкие шелковые ленты друг с другом соприкасаясь, не скрывали прелестей, находившихся под этим легким покровом. Корсаж, богато расшитый жемчугом и украшенный алмазными застежками, тесно охватывал грудь, а рукава рубашки тоже газовые, были пристегнуты на плечах. Драгоценные браслеты покрывали их руки у запястья и выше локтей. Ножки незнакомок, ножки, повторяю, которые принадлежа не злым духом, конечно, были бы кривые и оснащены когтями, были обутав вышитые восточные туфельки, едва скрывавшие маленькие пальчики. На щиколотках у незнакомок сияли бриллиантовые браслеты. Незнакомки подошли ко мне с приветливой улыбкой. Обе были несравненные красавицы, каждая в своем роде, одна высокая, стройная, яркая, другая нежная, рубкая. Фигуры и черты старшей с первого взгляда поражали своей правильностью. У младшей полненькой были пухлые губки, а прищуренные глаза оттенены необычайно длинными ресницами. Старшая обратилась ко мне на чистейшем испанском языке с такими словами. Сеньор кавалер, спасибо тебе за любежность, с которой ты пожаловал на наш скромный ужин. Я думаю, он будет мне лишним, она произнесла это с такой коварной улыбкой, что я подумал, уж не по ее ли приказу был уведен мой мул с провизией. Но сердиться не приходилось, ущерб был щедро восполнен. Мы сели за стол и та же незнакомка промолвила, придвигая ко мне блюдо из японского фарфора. Сеньор кавалер, это олья подрида, приготовленная из мяса всякого рода кроме одного, так как мы правоверные, или говоря точнее, мусульманки. Прекрасная чужеземка, ответил я, ты, безусловно, очень точно выразилась. Кому же более пристало говорить о верности, ведь это религия искренне любящих сердец. Однако, прежде чем утолить мой голод, не откажите в любезности сделать то же самое с моим любопытством. Скажите, кто вы? Кушай, сеньор кавалер, возразила прекрасная мавританка, у нас нет от тебя никаких тайн. Меня зовут Эмина, а сестру мою Зибельда. Мы живем в Тунисе, но семья наша родом из Гранады, и некоторые наши родственники остались в Испании, где тайно исповедуют веру отцов. Неделю тому назад мы покинули Тунис и высадились на пустынном берегу возле Малаги. Потом перевалили горы между Лохой и Антекерой и, наконец, приехали сюда, чтобы переодеться и уйти от поисков. Как видишь, сеньор, наше путешествие — большая тайна, которую мы вверяем Твоей порядочности. Я уверил прекрасных путешественниц, что меня им нечего опасаться и стал подкреплять Твои силы. Ел я с некоторой жадностью, однако не без вынужденного изящества, о котором никогда не забывает молодой человек в обществе женщин. Увидев, что первый голод мой утолен и я перехожу к тому, что в Испании называют «лакомство», прекрасная Эмина велела негритянкам показать мне, как у них на родине танцуют. Кажется, никакое приказание не могло быть для них приятнее. они исполнили его с увлечением, которое почти граничило с распущенностью. Я, наверное, не сумел бы положить конец этим пляскам, если бы не спросил прекрасных незнакомок, не предаются ли они тоже иногда этой забаве. в ответ они устали и велели подать им кастаньеты. Танец их напоминал Болеро, зародившиеся в Мурсии и Фуфу, которую танцуют в Альгарле. Кто знает эти края, тот легко представит себе его, однако никогда не сумеет постичь того очарования, которое придавали ему прелести обеих африканок, прикрытые прозрачными складками, сбегающими по их стройным станам. Некоторое время я спокойно смотрел на восхитительных плясуней, но в конце концов их движения все более стремительные, оглушающий звук мавританской музыки, чувства, возбужденные обильными яствами, все это вместе взятое ввергло меня в до то ли неизведанное волнение. Я просто не знал, женщины это или какие-то коварные призраки, я уже не смел смотреть, не хотел видеть, закрыл глаза рукой и в то же мгновение почувствовал, что теряю сознание. Обе сестры подошли ко мне и взяли меня за руки. Эмина заботливо осведомилась, как я себя чувствую. Я успокоил ее, а Зибельда спросила, что это за медальон на груди моей, наверное, портрет возлюбленной. Этот талисман, полученный от матери, я обещал никогда его не снимать, в нем заключена частица животворящего креста. Услышав это, Зибельда отступила и побледнела, ты испугалась, продолжал я. А ведь креста боятся только злые духи, Эмина ответила за сестру сеньорка Валер, ты ведь знаешь, что мы мусульманки и не должен удивляться огорчению, которое ты невольно причинил моей сестре. Признаюсь, у меня тоже такое чувство, нам досадно, что ближайший наш родственник принадлежит христианскому вероисповеданию. Эти слова удивляют тебя, но ведь твоя мать из рода гомелесов, мы тоже принадлежим к этому роду, который ведет свое происхождение от абенсерагов, но сядем на этот диван, я расскажу тебе подробнее. Негритянки ушли, Эмина усадила меня в углу дивана и села рядом, подогнув под себя ноги, а Зибель долегла по другую сторону, облокотившись на мою подушку, и мы были так близко друг от друга, что наше дыхание смешивались. Эмина, казалось, минуту обдумывала, потом, бросив на меня полное участие взгляд, взяла меня за руку и начала так. Я не хочу скрывать от тебя, милый Альфонс, что нас свел с тобой не просто случай. «Мы ждали тебя здесь, и если бы, движимый страхом, ты выбрал другую дорогу, ты навсегда лишился бы нашего уважения». «Ты мне льстишь, прекрасная Эмина», возразил я. «Не понимаю, отчего тебя так интересует моя храбрость». «Нас очень интересует твоя особа», продолжала Мавританка, «но, может быть, это покажется тебе менее лестным, когда ты узнаешь, что ты первая мужчина, которого мы встретили в жизни. Тебя удивляют мои слова, и ты как будто сомневаешься в их правдивости. Я обещал рассказать тебе историю наших предков, но, наверное, будет лучше начать с нашей собственной». История Эмины и ее сестры Зибельды Наш отец Газирго Мелис, дядя по матери Дею, который правит теперь в Тунисе. Братьев у нас не было, мы никогда не знали отца и, оставаясь с малых лет запертыми в стенах Сираля, не имели ни малейшего представления о вашем поле. Но природа наделила нас неизъяснимой склонностью к любви, и за отсутствием кого-либо другого мы страстно полюбили друг друга. Привязанность эта возникла уже в младенческие годы. Мы заливались слезами, когда нас хотели хоть ненадолго разлучить. Если одну из нас наказывали, другая плакала на взрыв. Днем мы играли за одним столиком, а ночью спали в одной постели. Это сильное чувство, казалось, росло вместе с нами и особенно усилилось благодаря одному обстоятельству, о котором я тебе расскажу. Мне было тогда шестнадцать лет, а сестре четвернадцать. Мы давно заметили, что мать старательно прячет от нас некоторые книги. Сначала мы не обращали на это особенного внимания, и без того, наскучив книгами, по которым нас учили читать, но с возрастом у нас проснулось любопытство. Получив минуту, когда запретный шкаф был открыт, мы быстро вытащили маленький томик, в котором описывались чувства Меджнуна и Ливы. В переводе с персидского сделанным Беномаром это захватывающее произведение, изображающее пламенными красками любовное наслаждение, зажгло наше молодое воображение. Мы не могли их понимать, никогда не встречая представителей вашего пола, но повторяли новые для нас выражения. Мы обменивались речами любовников и в конце концов страстно пожелали любить друг друга, как они. Я взяла на себя роли Меджнуна, а сестра Лилы. Сперва я открывала свою страсть, подбирая цветы и букеты. Этот способ объяснения в любви применяется во всей Азии. Потом стала кидать на нее полные огня взгляды, падала перед ней на колени, целовала следы ее ног, умоляла ветерок передать ей мою тоску и пробовала воспламенить его жаркими вздохами. Зибельда, следуя указаниям поэта, назначила мне свидание. Я упала к ее ногам, стала целовать ей руки, обливать слезами ее колени. Моя возлюбленная сначала оказывала легкое сопротивление, но вскоре позволила мне сорвать несколько поцелуев и, наконец, целиком разделила мои пламенные чувства. Наши души, казалось, слились в одно и более полного счастья мы не могли себе представить. Не помню уже, как долго занимали нас эти страстные сцены, но постепенно порывистость наших чувств заметно охладела. У нас проснулся интерес к некоторым наукам, в частности, о растениях, которые мы изучали по трудам славного Аверуэса. Моя мать, убежденная, что нельзя пренебрегать никакими средствами, способными рассеять скуку сирали, относилась с сочувствием к нашим занятиям и, желая облегчить нам учение, выписала из Мекки святую женщину по имени Хазарета, что означает «святая из святых». Хазарета учила нас законом пророка и преподавала нам науки тем чистым и мелодичным языком, каким говорят теперь только потомки Кришитов. Мы не могли вдостали ее наслушаться и скоро знали наизусть почти весь Коран. Потом мать рассказала нам историю нашего рода и передала множество сочинений, из которых одни были написаны по-арабски, а другие по-испански. Дорогой Айфонс, ты не поверишь, как нам стала противна ваша религия, как возненавидели мы ее служителей. А с другой стороны, превратности и несчастья, выпавшие на долю тех, чья кровь стекла в наших жилах необычайно заинтересовали нас. Мы восхищались то Саидом Гамелесом, претерпевшим мучения в застенках Инквизиции, то его племянником Лиисом, который долгие годы вел в горах жизнь дикую, мало чем отличающуюся от жизни хищных животных. Подобные описания будили в нас восхищение перед мужчинами, нам хотелось увидеть их, и часто мы поднимались на террасу в саду, чтобы хоть издали взглянуть на моряков на озере Голета или правоверных, спешащих к источнику Хамамнеф. Хоть мы и не забыли уроков любезного Меджнуна, однако с тех пор больше им не следовали. Я даже думала, что моя любовь к сестре совершенно погасла, как вдруг новое событие доказало мне, что я ошибаюсь. Однажды мать привела к нам некую принцессу из Тафилета, женщину преклонных лет. Мы постарались принять ее как можно лучше. После ее ухода мать объявила мне, что принцесса сватает меня за своего сына. А сестра моя предназначена в жены одному из гомелесов. Новость эта поразила нас как гром среди ясного неба. Первое время мы не могли вымолвить ни слова. Потом горе разлуки так живо встало у нас перед глазами, что мы предались самому жестокому отчаянию. Мы рвали на себе волосы и оглашали сераль воплими. Наконец, когда проявления нашей горести достигли грани безумия, мать испуганная обещала не выдавать нас насильно и предоставила нам возможность либо остаться в девушках, либо выйти за одного и того же мужчину. Эти заверения немного нас успокоили. Вскоре после этого мать сказала нам, что говорила с главой нашего рода и он согласился, чтобы мы вышли за одного и того же человека, но чтобы он был из рода гомелесов. Мы ничего не ответили, но с каждым днем мысль иметь одного и того же мужа все больше нам улыбалась. До тех пор мы ни разу не видели ни старика, ни молодого мужчины, разве только на большом отдалении, но поскольку молодые женщины казались нам привлекательнее старых, нам очень хотелось, чтобы и супруг наш был тоже молод. Мы надеялись, что он сумеет объяснить нам некоторые места в книге Бен-Омара, которых мы сами не могли понять. Тут Зибельда перебила сестру и, сжимая меня в объятиях, промолвила милый Альфонс, зачем ты не мусульманин? Как я была бы счастлива видеть тебя на груди у Эмины и разделять ваше наслаждение, участвовать в ваших ласках. В нашем доме, как и в семье пророка, потомки по женской линии имеют такие же права, как и по мужской. От тебя зависело бы стать главой нашего рода, который уже клонится к упадку. Для этого было бы довольно открыть свое сердце лучам нашей веры. Слова эти показались мне до такой степени похожими на дьявольское искушение, что я посмотрел, незаметны ли следы рожек на прекрасном челе Зибельде. Я пробормотал несколько слов о святости моей религии. Обе сестры отстранились от меня. Лицо Эмины приобрело строгое выражение, и прекрасная мавританка продолжала в таком духе. Синьор Альфонс, я слишком много рассказывала о себе Зибельде. Это не входило в мои намерения. Я сел рядом с тобой, чтобы сообщить подробности, касающиеся рода гумелесов, от которых ты происходишь по женской линии. Вот что я хочу тебе поведать. История замка Касар Гумелес Родоначальником нашим был Масуд Бен-Тахер, брат Юсуфа Бен-Тахера, который вступил в Испанию во главе арабов и дал свое имя Гае Дебаль-Тахер, или, как вы произносите, Гибралтар. Масуд, много содействовав успеху арабского оружия, получил от калифа багдадского управления гранаду, в которой он оставался до смерти своего брака. Он занимал бы эту должность и дальше, так как пользовался большим уважением как мусульман, так и мазарабов, то есть христиан, оставшихся при господстве мавров, но у него были сильные враги в Багдаде, которые очернили его в глазах калифа. Он узнал, что его ждет неминуемая гибель и решил сам удалиться. Собрал горстку верных ему людей и скрылся в Аль-Пухаре, которая, как ты знаешь, представляет собой продолжение хребта в Сьерра-Морене и отделяет королевство Гранаду от королевства Валенсии. Визиготы, у которых мы отняли Испанию, никогда не добирались до Аль-Пухары. Большая часть долин была совершенно безлюдна. Только три из них населяли потомки древнего иберийского племени, так называемой Турдулы. Они не знали ни Магомета, ни твоего пророка из Назарета. Основы их религии и законов сохранились в песнях, переходивших от отцов к детям. Когда-то у них были священные книги, но с течением времени они пропали. Масуд покорил Турдулов скорее с помощью убеждений, чем силой, научился их языку и привел им основы ислама. Оба народа смешались через браки и вот этому слиянию племен и горному воздуху обязаны мы с сестрой этим свежим цветом лица, которым отличаются дочери гомелезов. Правда, и среди мавров можно встретить светлых женщин, но они по большей части бледны. Масуд принял титул шейха и приказал возмести сторожевой замок, назвав его Касар-Гомелез. Скорее судья, чем властитель своего племени. Масуд был доступен каждому, дверь его была открыта для всех только в последнюю пятницу каждого месяца он расставался с семьей, спускался в подземелье замка и проводил там заперти целую неделю. Эти исчезновения давали повод для разных толков. Одни утверждали, что шейх ведет беседы с двенадцатым имамом, который должен явиться перед концом света, другие, что в подземелье сидит Антихрист. Остальные утверждали, что там почивают семь спящих братьев со своим верным псом Колебом. Шейх на все эти домыслы не обращал никакого внимания и управлял своим народом, пока хватало сил. Наконец, он выбрал самого рассудительного из всего племени, нарек его наследникам, отдал ему ключ от подземелья, а сам удалился в пустыню, где прожил еще много лет. Новый шейх правил в духе своего предшественника, также исчезая в последнюю пятницу каждого месяца. Это положение сохранялось до тех пор, пока Кордова не получила своих калифов, совершенно независимых от властителей Багдада. В это время альпухарские горцы, принимавшие деятельное участие в этих переменах, стали оседать на равнинах, где вскоре прославились под названием Абенсерагов. Другие же, оставшиеся верными шейху Касар Гомелеса, сохранили имя Гомелесов. Между тем, Абенсераги скупили богатейшее поместье в королевстве Гранады и самые роскошные дворцы города. Их излишество всем бросались в глаза. Возникло подозрение, что в подземелье шейхов спрятаны несметные сокровища, но никто не мог проверить, насколько это верно, так как сами Абенсераги не знали источника своих богатств. В конце концов, когда прекрасные королевства эти навлекли на себя гнев Божий, Аллах предал их в руки неверных. Гранада была взята штурмом, и через несколько дней после этого славный Гонсальв из Кордовы во главе трех тысяч испанцев вступил в Альпухару. Шейхом нашего племени был тогда Хатем Гомелес. Он вошел навстречу Гонсальву и отдал ему ключи от замка. Испанец потребовал ключи от подземелья. Шейх их сейчас же принес. Гонсальв спустился в подземелье, но вместо сокровищ нашел там гробницу до несколько старых книг, поднял насмех пустые бредни своих соотечественников и поспешил обратно в Вальедолид, куда его звали страсть и любовные интрижки. До вступления на престол Карла в наших горах царил мир. Шейхом тогда был Софи Гомелес. Этот человек по неизвестным причинам сообщил императору, что откроет ему важную тайну, если Карл пришлет в Альпухару какого-нибудь знатного испанца, которому полностью доверяет. Не прошло двух недель, как Гомелесом явился в качестве императорского посла Дон Руиз из Толедо. Но он уже не застал шейха в живых. Его убили накануне приезда посла. Дон Руиз начал было следствие над несколькими лицами, но наскучив бесплодными усилиями вернулся к императорскому двору. Таким путем тайна шейхов перешла к убийце Софи. Этот человек по имени Белла Гомелес собрал племенных старейшин и объяснил им необходимость сокрытия столь важной тайны. Было решено посвятить в нее нескольких членов рода Гомелесов, но так, чтобы каждый из них знал только часть тайны. Избранные были обязаны представить доказательство благоразумия, верности и бесстрашия. Тут Зибельда опять перебила сестру, сказав, милая Эмина, тебе не кажется, что Альфонс выдержал бы все эти испытания? Ах, может ли в этом быть сомнение? Дорогой Альфонс, как жаль, что ты не мусульманин, ты, конечно, стал бы обладателем несмертных сокровищ. Это явно было новым искушением. Дух тьмы, не сумев соблазнить меня наслаждением, старался теперь пробудить во мне жадности к золоту. Но тут мавританки прижались ко мне, и я почувствовал убедительное прикосновение живых тел, а не призраков. Немного помолчав, Эмина продолжала, «Дорогой Альфонс, ты хорошо знаешь о преследованиях, которые претерпело наше племя в царствовании сына Карла Филиппа. У нас отнимали детей, воспитывали их в христовой вере и отдавали им имущество родителей, не желавших отказаться от веры отцов». Тогда-то один из гомелесов был принят в орден Дервиша и Святого Доминика и достиг звания Великого Инквизитора. Тут мы услышали пение петуха и Эмина замолчала. Петух пропел еще раз. Человек своеверный подумал бы, что обе красавицы тотчас улетят в дымовую трубу. Этого не произошло. Однако девушки вдруг нахмурились и погрузились в размышления. Эмина первая прервала молчание. «Любезный Альфонс», сказала она, «уже святают слишком дорогие минуты, которые мы можем провести с тобой, чтобы тратить их на рассказы о далеком прошлом. Мы можем стать твоими женами, если только ты примешь закон пророка, но никто не мешает тебе видеть нас во сне. Ты хочешь этого? Я согласился, но это не все, сказала Эмина с выражением величайшего достоинства. Это не все, дорогой Альфонс. Нужно еще, чтобы ты поклялся своей честью никогда не выдать тайну наших имен, нашего существования и всего, что знаешь о нам. Отважишься ты взять на себя такое обязательство? Я обещал исполнить все, что от меня требуется. Это хорошо, сказала Эмина. Теперь, сестра, принеси чашу, освещенную главой нашего племени Масудом». Пока Зибельда ходила за заплятой чашей, Эмина, став на колени, читала арабские молитвы. Зибельда вернулась с чашей, которая показалась мне выточенной из одного большого изумруда. Обе сестры пригубили ее и велели мне осушить ее одним духом. Я послушался, Эмина поблагодарила меня за сговорчивость и нежно меня обняла. Потом Зибельда прильнула к моим губам и долго не могла от них оторваться. Наконец они покинули меня, сказав, что я скоро опять их увижу, а пока они советуют мне постараться скорее заснуть. Столько удивительных происшествий, чудесных рассказов и неожиданных впечатлений хватило бы мне для раздумий на всю ночь. Но должен признаться, что больше всего интересовали меня обещанные сновидения. Я поспешно разделся, лег на приготовленное для меня ложе и с удовольствием удостоверился, что здесь места хватит не для одних только сновидений. Но едва успел я сделать это наблюдение, как неожиданный сон не жил мои веки и все ночные иллюзии овладели моими чувствами. Одно фантастическое видение сменялось другими, и мысли моя, летящая на крыльях желания, невольно переносила меня в африканские сирали, открывала прелести, скрытые среди их очарованных стен и погружала в пучины невыразимых наслаждений. Я чувствовал, что сплю и в то же время сознавал, что сжимаю в своих объятиях отнюдь не призраки. Я терялся в бесконечных пространствах безумнейших обманов чувств, но хорошо помню, что все время находился в обществе прекрасных родственниц. Засыпал у них на груди и просыпался в их объятиях. Не помню, сколько раз испытал я эти восхитительные перемены. День второй Наконец я проснулся по-настоящему. Солнце жгло веки и мне с трудом удалось их поднять. Я увидел небо, так как находился на открытом воздухе, но сон еще не совсем покинул меня. Я уже не спал, но еще не вполне пробудился. Мучительные картины проходили перед моим умственным взором. Меня охватила тревога. Я вдруг поднялся и сел. Где найти слова, чтобы описать ужас, овладевший мной? Я лежал под виселицей Лос-Армана. Трупы двух братьев Зото не висели, а лежали по обе стороны от меня. Без сомнения, я провел между ними всю ночь. Подо мной были обрывки веревки, остатки колес, кости и отвратительные лохмотья. Я подумал, что еще сплю, и меня гнетет скверный сон. Закрыв глаза, я стал вспоминать впечатление минувшей ночи и вдруг почувствовал, как мне в бок впиваются когти. Я увидел коршуна, который опустился на меня и стал пожирать одного из моих товарищей по ночлегу. Боль, причиненная когтями, заставила меня окончательно проснуться. Одежда моя лежала возле меня, я стал поспешно одеваться. Одевшись, хотел было выйти из виселищной ограды, но ворота были заперты, и, несмотря на все усилия, я не мог их открыть. Пришлось влезть в эту мрачную изгородь. Взобравшись наверх, я оперся раз, столб виселицы и стал озирать окрестность. Место мне было уже знакомо. В самом деле, я находился у входа в долину Лос-Эр-Манос, недалеко от берегов Гвадалквивира. Обведя все вокруг глуждающим взором, я заметил у реки двух путников, один из которых готовил завтрак, а другой держал за поводья двух коней. Меня так обрадовало это зрелище, что я тотчас стал кричать «Агур! Агур!» Что значит по-испански «Привет тебе!» Путники, услыхав приветствие, которое кто-то кричит с верхушки виселицы на мгновение остолбенели, но тут же вскочили на коней и во весь дух поскакали по дороге на Алькорнотес. Я кричал им, чтобы они подождали, но напрасно. Чем громче я их звал, тем проворнее они удалялись и тем сильнее шпорили коней. Наконец, совсем потеряв их из вида, я стал прежде всего думать о том, как бы выйти из того положения, в котором находился. Я спрыгнул на землю, но упал и ушиб себе ногу. Хромая, добрел я до берега гвадалквивира и нашел тот готовый завтрак с такой поспешностью, покинутой двумя путниками. Подкрепление это было как нельзя более кстати, потому что силы мои были страшно истощены. Я нашел здесь еще кипящий шоколад, пропитанные аликанте, эспанхадо, хлеб и яйца. Поев, я стал перебирать в памяти события минувшей ночи. В голове у меня все спуталось, однако я хорошо помнил, что дал честное слово хранить тайну и решил свято блюсти клятву. Устранив в этом вопросе всякое сомнение, я начал обдумывать, как быть дальше, какую выбрать дорогу. Теперь, больше, чем когда-либо, мне было ясно, что священный закон чести повелевает мне ехать через Сьерра-Морену. Может показаться странным, что я уделял столько внимания вопросу моей чести и так мало событиям прошлой ночи, но такой образ мыслей был следствием моего воспитания, как будет видно из дальнейшего, а пока возвращаюсь к своему путешествию. Мне очень хотелось знать, что сделали черти с моим конем, которого я оставил в Вентакемаде. Так как путь мой вел опять туда, я решил заглянуть в трактир. Пришлось пройти пешком через всю долину Лос-Тар-Манас, а также следующую, в которой находилась Вента, и я был так измучен, что с нетерпением ждал минуты, когда отыщу своего коня. И вот я нашел его в той самой конюшне, где оставил вчера. Верный мой конь не утратил обычной своей веселости, а блеск его шкуры говорил о том, что кто-то о нем тщательно позаботился. Я не мог понять, кто дал себе этот труд, но мне довелось увидеть столько чудес, что не имело смысла задумываться над одним единственным. Я тотчас спустился бы в дорогу, если бы мне не пришло желание еще раз осмотреть трактир. Я нашел комнату, где лег сначала, но, несмотря на самые упорные розыски, не мог найти залы, в которой познакомился с прекрасными мавританками. Наскучив безрезультатным осматриванием всяких закоулков, я сел на коня и тронулся в дальнейший путь. Когда я проснулся под виселицей Лос-Эрмана, солнце уже почти достигло полудня. Почти два часа я потратил на то, чтобы дойти до Венты. Теперь, сделав еще несколько миль, надо было подумать о новом пристанище, но, не видя нигде признаков жилья, я ехал вперед. Наконец, я узел вдали готическую часовню, к которой прилепилась маленькая хижина, напоминающая жилище отшельника. Все это находилось на значительном расстоянии от дороги, но, так как меня начал мучить голод, я, не колеблясь, свернул туда в надежде найти пищу. Подъехав, я привязал коня к дереву, постучал в дверь хижины и оттуда вышел монах весьма почтенный наружности. Он огнил меня с отеческой лаской и промолвил, входи скорее, сын мой, не оставайся ночью под открытым небом, остерегись искушений, ибо Господь отвел от нас десницу свою. Я поблагодарил отшельника за его доброту и напомнил ему о голоде, который меня мучил. Подумай пока о спасении души, сын мой, ответил он, ступай в часовню, преклони колени и помолись перед распятием, а я позабочусь о потребностях твоего тела. Но тебе придется довольствоваться скромной трапезой, какую можно найти в бедной хижине отшельника. Я пошел в часовню и на самом деле стал молиться от того, что не только сам никогда не был безбожником, но даже не понимал, как могут существовать неверующие. Все это было привито мне моим воспитанием. Через четверть часа отшельник пришел за мной и отвел меня в хижину, где я нашел довольно порядочный ужин. Его составляли превосходные маслины, артишоки, маринованные в уксусе, соус из испанского лука и сухари вместо хлеба. Нашлась и бутылка вина, которую отшельник не пил, а употреблял только для святого причастия. Узнав об этом, я тоже до вина не дотронулся. Во время моей приятной трапезы в хижину вошла такая страшная фигура, какой я до сих пор в жизни не видел. Это был человек на вид еще молодой, но худобы устрашающий. Волосы взверошены, один глаз выщерблен и еще кровоточил, изо рта высовывался язык, покрытый пеной, незнакомец был в довольно приличном черном платье, но не имел ни рубашки, ни исподних. Отвратительное видение, не говоря ни слова, усело скорчившись в углу и неподвижно, как статуя, единственным глазом своим вперилось в распятие, которое сжимало в руках. После ужина я спросил отшельника, кто это. Сын мой, ответил старец, это одержимый, из которого я изгоняю бесов. Страшные истории его ясно свидетельствуют о той власти, которую ангел тьмы забрал над этой несчастной местностью. Повесть его жизни может содействовать твоему спасению, поэтому я велю ему начать. И он обратился к одержимому с такими словами «Пачеко, Пачеко, именем твоего Искупителя приказываю тебе рассказать свою историю». Пачеко страшно зарычав начал. История одержимого Пачеко Я родился в Кордове, где отец мой жил в полном довольстве. Три года назад умерла моя мать. Первое время отец мой казался безутешным, но через несколько месяцев ему пришлось поехать в Севилью, и он влюбился там в молодую вдову по имени Камилла де Тормес. Женщина эта не пользовалась хорошей репутацией, и друзья моего отца старались отвратить его от этого знакомства, но словно им наперекор, отец женился на ней через два года после смерти первой жены. Свадьбу сыграли в Севилье, и через несколько дней отец мой вернулся в Кордову с новой супругой и ее сестрой имзильей. Поведение моей мачехи целиком оправдывало распространяемые о ней слухи. Прибыв в наш дом, она стала бросать на меня нежные взгляды, но это не вызвало во мне ответного чувства. Я безумно влюбился в ее сестру имзерью. Страсть моя вскоре до такой степени усилилась, что я упал отцу в ноги и стал умолять его, чтобы он дал мне ее в жены. Отец ласково поднял меня и сказал, запрещаю тебе, сын мой, думать об этом браке по трем причинам. Во-первых, неприлично тебе быть Шурином своего отца. Во-вторых, святые законы церкви не допускают таких браков. В-третьих, я не хочу, чтобы ты женился на Инозилье. Приведя эти три довода, отец отвернулся от меня и ушел. А я отправился к себе в комнату и предался горькому отчаянию. Мачеха моя, узнав от отца в чем дело, пришла ко мне и уверила меня, что я напрасно так убиваюсь, хотя я не могу быть мужем Инозильи, ничто не мешает мне стать ее коржемой. тэхо, то есть любовником, и она берется все это устроить. В то же время, однако, она сказала о своей любви ко мне и о жертве, которую она приносит, уступая сестре первенства. Я жадно слушал эти отрадные для моего слуха слова, но, зная скромность Инозильи, нисколько не льстил себя надеждой, что они исполнились. Вскоре после этого отец мой отправился в Мадрид, где хотел выхлопотать себе должность Карихидора Кордовы и взял с собой жену и ее сестру. Путешествие должно было продлиться всего два месяца, но для меня, который не мог дня прожить без Инозильи, время тянулось неслыханно медленно. В конце второго месяца я получил от отца письмо, в котором он приказывал мне ехать ему навстречу и ждать его в Вентакемаде при въезде в Сьерра-Морену. За несколько недель до того я не посмел бы пуститься в Сьерра-Морену, но теперь, когда только что повесили двух братьев Зотов, вся банда разбежалась и дороги стали безопасными. Я выехал из Кордовы около десяти часов утра и приехал ночевать в Андухар к самому болтливому трактирщику во всей Андалузии. Велел приготовить обильный ужин и половину его съел, а половину оставил себе в дорогу. На другой день я подкрепился этими остатками в Лос-Аль-Корнокес и вечером приехал в Вентакемаду. Отца еще не было, но так как он приказал мне ждать его, я послушался тем охотнее, что трактир оказался большой и удобный. Хозяин его, некий Гонсалес из Мурсии, человек добрый, хоть и большой хвостун, обещал приготовить мне ужин, достойный гранда первого класса. Пока он его готовил, я пошел пройтись по берегу в Далквивира, а вернувшись, убедился, что ужин в самом деле неплох. Насытившись, я велел Гонсалесу постелить мне постель. Он смутился и пробормотал что-то невнятное. В конце концов я выяснил, что в трактире завелась нечистая сила. Сам он с семьей перебирается на ночь в соседнюю деревушку на берегу реки. И прибавил, что если я желаю провести ночь спокойно, он постелит мне подле себя. Предложение трактирщика показалось мне неуместным. Я сказал ему, чтобы он ложился спать где хочет и прислал бы мне моих слуг. Гонсальз не стал спорить. Он ушел, качая головой и пожимая плечами. Вскоре появились мои слуги. Они уже слышали о предупреждении трактирщика и стали меня уговаривать провести ночь в соседней деревне. Я довольно резко отклонил их советы и велел постелить мне в той самой комнате, где ужинал. Они безропотно, хоть и неохотно, исполнили это приказание и когда постель была готова, вновь со слезами на глазах стали умолять меня отказаться от мысли ночевать в трактире. Раздраженный их настойчивостью, я позволил себе несколько жестов, заставивших их обратиться в бегство. Я легко обошелся без их помощи, так как имел обыкновение сам раздеваться, однако почувствовал, что они заботились обо мне больше, чем я того заслуживал своим обращением. Они поставили у моей постели зажженную свечу и вторую запасную, положили два пистолета и несколько книг. Последние должны были занять меня в часы бодрствования, так как мне в самом деле уже совсем не хотелось спать. Несколько часов провел я, то читая, то ворочаясь в постели, как вдруг услышал звон колокола или скорее часов бьющих полночь. Я удивился, тем более, что до этого часы как будто ни разу не били. Тотчас дверь отворилась, и я увидел свою мачеху в легком дезобилье со свечой в руке. Она подошла ко мне на цыпочках, жестом приказывая молчать, поставила свечу на столик, села на постель, взяла мою руку в свои и повела такую речь. дорогой Пачеку, наступило мгновение, когда я могу исполнить данное тебе обещание. Час тому назад мы приехали в этот трактир. Твой отец отправился ночевать в деревню, а я, узнав, что ты здесь, попросила, чтобы он разрешил нам с сестрой остаться. Инозилия ждет тебя. Она ни в чем тебе не откажет, но помни об условии твоего счастья. Ты любишь Инозилию, а я люблю тебя. Из нас троих двое не должны наслаждаться счастьем за счет третьего. Я хочу, чтобы мы все трое спали в одной постели. Иди за мной. Мачеха не дала мне времени для ответа. Взяв меня за руку, она провела меня по длинным коридорам к последней двери и заглянула сквозь замочную скважину. Насмотревшись, она сказала мне, все идет как надо, гляди сам. В самом деле, я увидел прелестную Элизиилью. Она лежала на ложе, но в ней не было ничего от ее обычной скромности. Выражение лица, частое дыхание, пылающие щеки, сама поза, все говорило о том, что она ждет появления любовника. Камилла, дав мне насмотреться, промолвила, побудь здесь, милый Пачеко, я скоро за тобой приду. Когда она вошла в комнату, я снова приложил глаз к замочной скважине и увидел множество таких вещей, которые мне нелегко описать. Камилла не спеша разделась, легла в постель к сестре и сказала ей, несчастная иллюзелья. Неужели ты в самом деле хочешь иметь любовника, о, бедная девочка? Ты не знаешь, какую придется тебе пережить боль. Он на тебя накинется, стиснет, ранит. Сочтя это поучение достаточным для своей воспитанницы, Камилла открыла дверь, подвела меня к постели сестры и легла вместе с нами. Что могу я сказать об этой несчастной ночи? Я познал вершины греха и наслаждения. Боролся со сном и природой, чтобы как можно дольше продлить адские утехи. Наконец я заснул, а наутро проснулся под виселицей братьев Зото, трупы которых лежали по бокам от меня. Тут отшельник прервал одержимого, обратившись ко мне со словами. Ну как, сын мой, что ты об этом скажешь? Наверное, у тебя в голове помутилось бы от страха окажистый вдруг между двумя повешенными. Ты меня обижаешь, отец мой, возразил я. Дворянин не может ничего бояться, особенно, когда имеет честь быть капитаном Волонской гвардии. Однако же, сын мой, перебил отшельник, слышал ли ты, чтобы с кем-нибудь произошел подобный случай? Мгновение помолчав, я ответил, если подобный случай произошел с сеньором Пачеко, он вполне мог произойти с другим. Думаю, лучше будет, если ты веришь ему продолжать. Отшельник, повернувшись к одержимому, произнес, Пачеко, Пачеко, именем твоего искупителя приказываю тебе продолжать. Пачеко, страшно зарычав, стал рассказывать дальше. Я убежал из-под виселицы, ни жив, ни мертв, потащился, сам не зная куда, наконец, встретил путников, которые сжалились надо мной и отвели меня к Венте Кемаде. Я застал трактирщика и слуг моих в большой тревоге о моей судьбе. Спросил у них, действительно ли отец мой провел ночь в деревне поблизости. Они ответили, что никто из моих родных пока еще не приезжал. Я больше не в силах был оставаться в Венте Кемаде и вернулся в Андухар. Приехал я туда уже после захода солнца. Трактир был полон народа и мне постелили на кухне. Я лег, но напрасно старался заснуть. Мерзости минувшей ночи не выходили у меня из головы. Я поставил на кухонном очаге зажженную свечу, но она вдруг погасла и я почувствовал, что кровь стынет у меня в жилах от смертельного ужаса. Что-то начало тянуть мое одеяло и я тотчас услышал тихий голос, говорящий такие слова. Это я, Камилла, твоя мачеха. Я дрожу от холода, милый Пачеко, пусти меня под одеяло. Это я, Инезилье, перебил другой голос. Позволь мне лечь к тебе, мне тоже холодно. Я почувствовал, как холодная рука гладит меня по подбородку. Собрав все свои силы, я крикнул, отойди от меня, сатана. На это оба голоса по-прежнему тихо ответили, как? Ты нас гонишь, ведь ты наш муж, нам холодно, мы разведем огонь в печи. В самом деле, вскоре в очаге занялось легкое пламя. Когда немного посветлело, я открыл глаза и увидел уже не Камиллу и Инезилью, а двух братьев Зото, висящих над очагом. При этом страшном зрелище я чуть не лишился чувств, вскочил с постели, выпрыгнул прямо в окно и бросился бежать в поле. Через несколько мгновений я подумал, что счастливо отделался от ужасных призраков, но обернувшись увидел, что висельники гонятся за мной. Я опустился со всех ног вперед и вскоре оставил висельников далеко позади, но радость моя недолго длилась. Гнусные создания пошли колесом, пустив в ход руки и ноги и в одну минуту догнали меня. Я попробовал было убежать, но в конце концов силы моей иссякли. Вдруг я почувствовал, что один из повешенных схватил меня за левую лодыжку. Я хотел ее выдержнуть, но тут второй встал мне поперек дороги, остановился, вытаращил на меня свои страшные глаза и высунул красный, как раскаленное железо, язык. Я стал просить пощады напрасно, одной рукой он схватил меня за горло, а другой вырвал вот этот глаз. До сих пор рана никак не заживет. Потом всунул в пустую глазницу свой раскаленный язык и начал лизать мне мозг, так что я взревел от боли. В то же время тот висельник, что схватил меня за левую ногу, стал работать ногтями. Сперва начал щекотать мне подошву, потом это адское чудовище содрало с нее кожу, повытаскивало все нервы, очистило их от крови и стало перебирать по ним пальцами, словно по струнам музыкального инструмента, но, видя, что они не издают приятных для него звуков, впустил когти мне под колено под дел связки и начал их подкручивать точь в точь, как если бы настраивал арфу. В конце концов, он принялся играть на моей ноге, превратив ее в какое-то подобие гуслий. Я слышал его дьявольский смех, и адские забывания сливались с моими пронзительными криками. Уши мои раздирал скрежет окаянных. Мне казалось, что они разрывают зубами все фибры моего тела, в конце концов, я лишился чувств. Утром пастухи нашли меня в поле и принесли сюда. Я исповедовался в грехах, и у подножия алтаря нашел некоторое облегчение своим страданиям. Сказав это, одержимый страшно зарычал и умолк. Теперь заговорил отшельник. Убедился юноша в могуществе сатаны. Так молись и плачь. Но время уже позднее, нам пора разойтись. Я не предлагаю тебе на ночь своей кельи, обратился он ко мне. Там крики почеко не дадут заснуть. Лучше ляг в часовне, крест обережет тебя от злых духов. Я ответил отшельнику, что лягу, где он укажет. Мы внесли в часовню походную койку, и отшельник удалился, пожелав мне доброй ночи. Оставшись один, я начал перебирать в памяти рассказанную по чеку. На самом деле его история в некоторых отношениях напоминала пережитые мной самим. Когда я раздумывал над этим, пробило полночь. Не знаю, звонил ли отшельник в колокол, или это продвучал дьявольский сигнал. Потом я услышал, как кто-то скребется в дверь. Я приустал и спросил, кто там. Тихий голос ответил мне, нам холодно. Открой, это мы, твои милые. Как бы не так, проклятые висенники, крикнул я, убирайтесь прочь на свои глаголи и не мешайте мне спать. Тихий голос снова отозвался. Ты смеешься над нами, потому что сидишь в часовне. А ты выйди к нам сюда во двор. Извольте, недолго думая, ответил я, я выхватил шпагу из ножен и хотел выйти, но не тут-то было, дверь оказалась запертой. Я сказал об этом упырям, но те не ответили ни слова. Тогда я лег спать и проспал до утра. День третий. Разбудил меня голос отшельника, видимо, несказанно обрадованного тем, что я цел и невредим. Со слезами на глазах он обнял меня и промолвил. Удивительные дела творили с этой ночью, сын мой. Открой мне правду, не ночевал ли ты в Вентоке Маде и не имел ли там дела с нечистой силой? Зло еще можно исправить. Преклони колени у подножья алтаря, признайся в твоей вине и сотвори покаяние. Он довольно долго увещевал меня, потом умолк и подождал, что я отвечу. Отец мой, сказал я, ведь я исповедовался перед выездом и садисы с тех пор, по-моему, не совершил никаких смертных грехов, разве только во сне. Я действительно ночевал в Вентоке Маде, но если что-то видел, у меня есть свои основания не вспоминать. об этом. Отшельник, видимо, весьма удивился такому ответу. Он стал корить меня за то, что я впал в сатанинскую гордыню и в конце концов принялся убеждать в настоятельной необходимости исповедаться. Однако вскоре увидев, что я непоколебимо стою на своем, смягчился, оставил апостольский тон, каким говорил со мной, и промолвил «Сын меня удивляет твоя отвага. Скажи мне, кто ты, кто тебя воспитал, и веришь ли ты в духов? Утоли, пожалуйста, мое любопытство». «Отец мой», ответил «Ты делаешь мне честь, желая ближе узнать мою особу, и будь уверен, что я эту честь умею ценить. Позволь мне одеться, я приду в келью и расскажу о себе все подробности, какие только пожелаешь». Отшельник опять обнял меня и ушел. Одевшись, я отправился в келью. Я застал старца за кипячением козьего молока, которое он подал мне с сахаром и хлебом, сам удовлетворившись какими-то кореньями. Позавтракав, он обратился к одержимому со словами «Пачеко, Пачеко, именем твоего искупителя приказываю тебе гнать коз на гору». Пачеко страшно зарычал и пошел. А я начал рассказывать свою собственную историю. История Альфонса Ван Вардена Я происхожу из старинного рода, который не изобиловал, однако, незнаменитыми мужами ни того менее значительными богатствами. Все наше владение состояло из рыцарского Лена под названием Варден, входившего в состав бургундского герцогства и расположенного в Варденских горах. Отец мой, имея старшего брата, должен был довольствоваться небольшой честью наследства, которое ему, однако, хватало, чтобы вести жизнь приличную офицеру. Он прослужил всю войну за испанское наследство и после заключения мира Филипп V возвел его в чин подполковника Волонской гвардии. В испанской армии действовал тогда кодекс чести, разработанный с необычайной мелочностью, однако, по мнению моего отца, он был еще недостаточно строг. Говоря по правде, отца нельзя за это упрекать, поскольку честь в армии должна быть превыше всего. В Мадриде не было ни одного поединка, в котором отец не выступал бы арбитром. Если он говорил, что удовлетворение достаточное, никто против этого решения не осмеливался возражать. Если же случалось, что кто-то остался не вполне удовлетворенным, то он имел дело с моим отцом, который подкреплял каждое свое суждение острием шпаги. Кроме того, у отца была большая книга, в которой он записывал историю каждого поединка со всеми его особенностями и в чрезвычайных случаях обычно обращался к ней за советом. Занятый целиком своим кровавым трибуналом, отец мой долго оставался недоступным любви, но в конце концов сердце его не устояло против очарования одной очень молодой девушки Ураки Гомелес, дочери Айдора Гранады, происходящей из рода прежних королей этого края. Общие друзья вскоре сблизили обе стороны и сосватали их. Мой отец решил пригласить на свадьбу всех, с кем когда-либо дрался на дуэли и которых само собой разумеется не убил. За стол село 122 человека, 13 не было в Мадриде, а вместо пребывания 33-х, с которыми он дрался в армии, он не мог получить никаких сведений. Мать говорила мне, что никогда не видела такого веселого пира, на котором царила бы такая задушевная непринужденность. И я охотно этому верю, так как у отца было прекрасное сердце и все его любили. Отец мой, очень привязанный к Испании, никогда не оставил бы по собственной воле службу, если бы через два месяца после женитьбы не получил письма за подписью мэра города Буэна. Ему сообщали, что брат его умер, не имея потомства, и оставил ему все состояние. Известие это ошеломило отца, и по словам матери, он впал в такое оцепенение, что от него нельзя было добиться ни слова. Наконец, он раскрыл свою хронику, отыскал в ней двенадцать человек, на счету которых больше всего было дуэлей в Мадриде, пригласил этих людей к себе и обратился к ним с такими словами. Дорогие товарищи по оружию. Вы знаете, как часто я успокаивал ваши сомнения, когда ваша честь была под угрозой. А нынче я сам вынужден обратиться к вашему просвещенному совету, так как боюсь, что мое собственное суждение может оказаться не вполне правильным, или вернее пристрастным. Вот письмо от Буйонского мэра, свидетельство которого заслуживает доверия, хоть он и не дворянин. Скажите мне, повелевает ли мне честь поселиться в замке моих предков или и дальше служить королю Дону Филиппу, который осыпал меня благодеяниями и в последнее время возвел в чин бригадного генерала. Оставляю письмо на столе, а сам ухожу. Через полчаса вернусь, чтобы узнать, как вы решите. С этими словами отец мой вышел из комнаты. Когда он вернулся, началось голосование. Пять голосов было за то, чтобы остаться на службе, семь за переселение в Орденские горы. Отец безропотно подчинялся решению большинства. Моя мать охотно осталась бы в Испании, но она так любила мужа, что без малейшего сожаления согласилась покинуть родину. С этой минуты единственным занятием отца и матери стали сборы в дорогу до наем кое-каких людей, которые могли бы среди орденских гор напоминать об Испании. Хоть меня не 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 сомневаясь в моем появлении, подумал, что пора уже подыскать мне учителя фехтования. С получившего сердце, ответствуют дивизионному дивизионному генералу. доказал свою отвагу и проститься с несколькими старыми товарищами, которые командовали отрядами войск, расположенными вдоль границы. Оттуда, через Перпиньян, он въехал во Францию. Вся дорога до Леона прошла как нельзя более спокойно. Но после Леона, откуда отец выехал на почтовых, его обогнал легкий экипаж, который первым прибыл на станцию. Подъехав к почте, отец увидел, что у опередившего его экипажа уже меняют лошадей. Он немедленно взял шпагу и, подойдя к проезжающему, попросил его уделить ему минуты для разговора наедине. Проезжающий какой-то французский полковник, видя, что отец мой в генеральском мундире, чтобы быть на высоте, тоже пристегнул шпагу. Оба вошли в находившийся напротив почты трактир и потребовали отдельное помещение. Когда они остались с глазу на глаз, мой отец обратился к проезжему с такими словами. «Сеньор кавалер, ваш экипаж обогнал мою карету, стремясь во что бы то ни стало первым достичь почты. Поступок этот, как бы он ни был сам по себе незначителен, мне все же не по вкусу, так что потрудитесь дать объяснение». Полковник крайне удивленный, свалил всю вину на почтальона и дал слово, что сам в это дело отнюдь не вмешивался. «Сеньор кавалер, перебил мой отец, я отнюдь не придаю этому обстоятельству большого значения и поэтому считаю достаточным драться до первой крови». С этими словами он обнажил шпагу. «Одну минуту, сударь», сказал француз. «По-моему, это не мои почтальоны обогнали ваших, а наоборот ваши отстали из-за своей неродимости». Мой отец немного подумал, потом сказал, «Кажется, вы правы. И если бы вы поделились со мной этим соображением раньше, то есть до того, как я обнажил шпагу, то, несомненно, дело обошлось бы без поединка, но теперь, сеньор, когда мы зашли так далеко, без небольшого кровопролития нельзя разойтись». Видимо, полковник нашел довод вполне основательным. Он тоже обнажил шпагу. Бой был короткий, мой отец, почувствовав, что ранен, тотчас опустил острие своей шпаги и извинился перед полковником, что решился его затруднить, а тот в ответ предложил свои услуги и назвал место, где его можно найти в Париже, после чего сел в экипаж и уехал. Отец мой сначала не обращал внимания на рану, но на теле его было столько следов прежних ран, что новый удар пришелся по старому рубцу. Шпага полковника вскрыла огнестрельную рану, в которой еще оставалась мушкетная пуля. Теперь свинец вышел наружу, и только после двухмесячных припарок и перевязок родители мои отправились в дальнейший путь. Едва прибыв в Париж, отец поспешил навестить маркиза Дюрфе, так звался полковник, с которым он имел столкновение. Этот человек пользовался большим влиянием при дворе. Он принял моего отца с исключительным радушием, обещал представить его министру, а также высшим французским сановником. Отец поблагодарил маркиза и попросил только, чтобы он представил его герцогу Детаван, тогдашнему председателю судочести, желая получить более подробные сведения относительно этого суда, о котором был всегда высокого мнения, часто говорил о нем в Испании как о чрезвычайно мудром учреждении и всеми силами старался ввести его в той стране. Маршал тоже рад был познакомиться с моим отцом и рекомендовал его кавалеру Дельевру, первому секретарю судочести, и референдарью упомянутого трибунала. Кавалер в один из своих частых визитов к моему отцу увидал у него летопись дуэлей. Это произведение показалось ему до такой степени единственным в своем роде, что он попросил позволения показать его господам маршалам, то есть членам судочести, которые разделили мнение своего секретаря и обратились к моему отцу с просьбой разрешить сделать копию, которая будет передана на вечные времена в архив трибунала. Просьба эта доставила отцу невероятное удовольствие и он с радостью дал согласие. Подобное внимание все время услаждало моему отцу жизнь в Париже, но совсем иначе обстояло дело с моей матерью. Она приняла непоколебимое решение не только не учиться французскому языку, но даже не слушать, когда на нем говорят. Ее духовник Иньиго Велес все время едко высмеивал терпимость Галликанской церкви, а Гарсио Сиерро кончал каждый разговор утверждением, что французы трусы и недотепы. Наконец родители мои оставили Париж и после четырех дней пути приехали в Буйон. Отец исполнил все требуемые формальности и вступил во владение имуществом. Кров наших предков был давно лишен не только присутствия хозяев, но и черепицы. Дождь лил в комнатах совершенно так же, как на дворе, стоя лишь разницей, что мощеный двор скоро просыхал, между тем, как в комнатах лужи становились все больше. Затопление домашнего очага очень нравилось моему отцу, так как напоминало осаду Лериды, когда он провел три недели стоя по поясу в воде. Несмотря на эти милые воспоминания, он все же постарался поместить постель жены в сухом месте. В просторной гостиной был фламандский камин, у которого с удобством могли усесться пятнадцать человек. Выступающий свод камина образовывал как бы крышу, поддерживаемую с каждой стороны двумя колоннами. Дымоход заколотили и под крышей поставили постель моей матери, столик и кресло. А так как устье камина находилось на фут выше уровня пола, получился как бы остров, в какой-то мере недоступный для наводнения. Отец обосновался в противоположном конце гостиной на двух столах, соединенных досками, и между обеими постелями был перекинут мост, подпертый посредине чем-то вроде плотины из ящиков и сундуков. Сооружение было закончено в день приезда в замок, и ровно через девять месяцев я появился на свет. Во время горячих хлопот по устройству жилья отец получил письмо, переполнившее его сердце радостью. В этом письме маршал герцог Детаван просил его быть арбитром в одном деле чести, которое оказалось не в силах рассудить весь трибунал. Отца это доказательство исключительного расположения так обрадовало, что он решил по этому поводу устроить для соседей пышный бал. Но так как у нас не было никаких соседей, бал свелся к фанданго, которое станцевали мой учитель фехтования и главная камеристка моей матери сеньора Фраско. Отец мой в своем ответном письме маршалу попросил, чтобы в дальнейшем ему присылали выписки решений трибунала. Эта любезность была ему сделана и с этих пор в начале каждого месяца он получал большой пакет, который давал на четыре недели пищу для домашних разговоров в долгие зимние вечера у камина, а летом на двух скамьях, прислоненных к воротам замка. Когда я уже ясно дал знать о предстоящем своем рождении, у отца только и было с моей матерью разговоров, что о сыне, которого он ждал, и о выборе крестного отца. Мать рассказывалась за герцога Детавана или маркиза Дюрфе. Отец признавал, что это было бы для нас очень почетно, но опасался, как бы эти господа не подумали, что оказывают нам слишком большую честь. Подчиняясь вполне обоснованному чувству осторожности, он остановился на кавалере Бельевре, который со своей стороны почтительно и с благодарностью принял приглашение. Наконец, я появился на свет. В трехлетнем возрасте я уже размахивал маленькой рапирой, в шестилетнем стрелял из пистолета, не зажмуривая глаза. Мне было почти семь лет, когда мой крестный отец приехал к нам с визитом. Потом кавалер женился и занимал в турне постлейтенанта коннетаблии и референдария при суде чести. Звание это сохранилось еще от времен божьих судов, потом его передали трибуналу маршалу Франции. Госпожа де Больевр была очень слабого здоровья и муж вез ее на воды в СПА. Оба страшно меня полюбили и, не имея своих детей, стали просить моего отца, чтобы он доверил им мое воспитание, которое не может быть достаточно тщательным в безлюдной местности, где мы жили. Отец охотно уступил их просьбам, особенно соблазненный званием референдария суда чести обещавшим ему, что в доме Бельевров я заблаговременно усвою принципы, способные обеспечить мне успехи в будущем. Сначала предполагалось, что со мной поедет Гарсиас и Еро, так как отец всегда держался того мнения, что самый благородный поединок это шпага в правой и кинжал в левой руке. Во Франции же такой способ был совершенно неизвестен, но ввиду того, что отец привык каждое утро фехтовать с Гарсиасом у замковой стены и это развлечение стало необходимым для его здоровья, он решил оставить учителя фехтования при себе. Собирались также послать со мной теолога Иньиго Велеса, но так как мать говорила только по-испански, невозможно было лишить ее духовника, знающего этот язык. Так был я разлучен с двумя людьми, предназначавшимися еще до моего рождения мне учителя. Однако мне дали испанского слугу, чтобы я не забывал материнский язык. Я уехал с крестным отцом в СПА, где мы провели два месяца. Оттуда мы отправились в Голландию, а в конце осени вернулись в Турней. Кавалер Дебельевр как нельзя лучше оправдал надежды моего отца и в продолжении шести лет не жалел усилий, чтобы из меня со временем вышел отличный военный. В конце шестого года моего пребывания в Турней умерла госпожа Дебельевр. Муж я покинул Фландрию и переехал в Париж, а меня вернули в родительский дом. Путешествие из-за дождливой погоды было мучительное. Приехав в замок через два часа после захода солнца, я застал всех его обитателей у камина. Отец, хоть и счастливый моим приездом, не проявил, однако, никаких признаков радости, боясь сделать смешным то, что вы, фанфы, называете серьезным моментом. Зато мать встретила меня со слезами. Теолог Иньи Гуэлес приветствовал меня благословением, а что касается Иерра, то он подал мне Рапиру. Я тотчас сделал выпад против него и несколько раз его тушировал, дав присутствующим представление о моем незаурядном искусстве. Отец был слишком тонким знатоком, чтобы не сменить холодной сдержанности бурным восхищением. Был подан ужин, и все весело сели за стол. После ужина опять собрались у камина, и отец сказал теологу, «Припалебный Дон Иньи Гуэлес, сделай милость, принеси большую книгу с удивительными историями, прочти нам какую-нибудь из них». Теолог пошел к себе в комнату и скоро вернулся с огромным фолиантом в белом пергаменте, уже пожелтевшем от старости, раскрыл наугад и стал читать. История Тревульцио из Равенны Жил-был много лет тому назад в итальянском городе под названием Равенна, юноша по имени Тревульцио, красивый, богатый, но при этом крайне надменный. Когда он проходил по улицам, Равенские девушки выглядывали из окон, но ни одна не могла произвести на него впечатление. Если все же случалось, что какая-нибудь ему и понравится, он молчал из боязни наказать эту большую идею. Но в конце концов, царь юная Нина Дэвид Джерати сокрушили его гордость и Тревульцио признал себя любви. Нина ответила, что это и крайне лестно, но что она с детских лет любит своего двоюродного брата, Тебанки, Дэвид и Мси, и не перестанет любить его до самой смерти. Выслушав этот неразидный ответ, Ревульцио ушел, проявляя признаки яростного днева. Через неделю, это было как раз в воскресенье, когда все жители ровенны направлялись в собор Святого Петра, Тревульцио увидел в толпе Нину под руку с ее двоюродным братом. Он завернулся в плащ и поспешил за ними. В церкви, где нельзя заплывать лицо плащом, влюбленные могли бы легко заметить, что Тревульцио преследует их, но они были все цело заняты собой и не обращали внимания даже на богослужение что, по совести говоря, большой берег. Но затем Тревульцио сел позади них на скамью и стал слушать их разговор, расстравляя в себе злобу. Вскоре священник вышел на Амбон и сказал «Милые братья, оглашаю желающих сочетаться друг с другом Тибальдо и Нину де Джерачи». «Нет ли у кого из вас возражений против этого брака?» «У меня есть возражение», крикнул Тревульцио и в то же мгновение нанес влюбленным более десяти ударов кинжалом. Его хотели задержать, но он опять схватился за кинжал, вырвался из собора, скрылся из города и бежал в Венецию. Тревульцио был горд и развращен жизненными успехами, но душа у него была чувствительная. Угрызения совести мстили ему за несчастных жертв. Он стал переезжать из города в город, проводя жизнь в печали. Через некоторое время родственники его уладили все дело, и он вернулся в Равенну. Но это уже был не прежний, сияющий от счастья и печатливой своей красотой юноша. Он до того изменился, что даже кормилица не узнала его. В первый же день по приезде Тревульцио спросил, где могила Нины. Ему ответили, что Нина похоронена вместе со своим возлюбленным в соборе Святого Петра рядом с тем местом, где они были убиты. Тревульцио дрожащий пошел в собор, упал на гробницу и облил ее горячими слезами. Несмотря на боль, испытываемую несчастным убийцей, слезы все же принесли ему облегчение. Он отдал свой кошелек ключерю и получил позволение входить в церковь когда угодно. С тех пор он приходил каждый вечер и ключать так к нему привык, что не обращал на него и малейшего внимания. Однажды вечером Тревульцио, проведя предыдущую ночь без сна, заснул на могиле, а проснувшись, обнаружил, что церковь уже заперта. Тогда он смело решил провести ночь в месте, которая так отвечала его глубокой печали. Он слушал бой часов, час за часом, и каждый раз жалел, что последний удар не несет с собой последнее мгновение его жизни. Наконец пробило полночь, отворилась дверь в резницу, и Тревульцио увидел ключаря фонарем в одной и метлой в другой руке. Но это был не обычный ключарь, а скелет. У него, правда, сохранилось немного кожи на лице и что-то вроде ввалившихся глаз, но было ясно, что стихарь припевает голые кости. Страшный ключать поставил фонарь на большом алтаре и зажег все свечи будто для вечерней. Потом принялся подметать церковь и смахивать пыль с тосками. Несколько раз прошел даже мимо Тревульцио, но словно не замечал его, наконец подошел к двери резницы и стал звонить в колокольчик. В ответ гробницы раскрылись и вышли увитые в покровы мертвецы и затянули мрачную летанию. Потом один из мертвецов в стихаре и Епитрахили вышел на Амвон и сказал «Милые братья, оглашаю вам предстоящее бракосочетание Тибальдо и Нины Дери Джурачи. Проклятый Тревульцио, у тебя есть возражение?» Тут отец мой прервал теолога и, обращаясь ко мне, промолвил «Сын мой, Альфонс, а ты испугался бы, если бы был на месте Тревульцио?» «Дорогой отец», ответил я, «Мне кажется, я страшно испугался бы». Услышав это, отец мой рванулся в приступе бешеного гнева, кинулся к шпаге и хотел было пригвоздить меня ею к стене. Присутствующие бросились между нами и сумели кое-как его успокоить. Сев на место, он посмотрел на меня грозным взором и сказал «Сын, недостойный своего отца. Твоя низость в некотором отношении позорит полк Волонской гвардии, в которой я хотел тебя определить». После этих горьких упреков, от которых я готов был сгореть со стыда, наступило глубокое молчание. Гарсиас первый прервал его, обратившись к моему отцу со словами «Может, лучше было бы ваша светлость постараться убедиться на вашей милости, что на свете нет ни ведьм, ни вампиров, ни мертвецов, поющих летанию». Тогда он, конечно, забыл бы о них и думать. «Сеньор и Яро», сухо ответил мой отец. «Вы забываете, что вчера я имел честь показывать вам историю о духах, написанную собственной рукой моего прадеда». «Я вовсе не собираюсь подвергать сомнению правдивость прадеда вашей светлости», возразил Гарсиас. «Что ты хочешь этим сказать?» возразил отец. «Вовсе не собираюсь подвергать сомнению правдивость». «Разве мы не понимаем, что это выражение допускает возможность с твоей стороны сомнений в правдивости моего прадеда?» «Ваша светлость», ответил Гарсиас. «Я знаю, что представляю собой слишком малозначительную особу, чтобы светлейший прадед вашей милости мог потребовать от меня какое-либо удовлетворение». «Тут мой отец с еще более угрожающим видом откликнул и Яро «Сохрани себя Бог от оправданий, заключающих в себе возможность оскорбления». «В таком случае», сказал Гарсиас, «мне остается лишь покорно перенести кару, которую вашей милости угодно будет назначить мне от имени вашего прадеда, а смеюсь только просить, чтобы во избежание поругания моей чести кара была наложена нашим духовником, тогда я мог бы рассматривать ее как церковную епитимью». «Это неплохая мысль», сказал мой отец, заметно успокаиваясь. «Помню, я написал как-то трактат о способах удовлетворения чести в тех случаях, когда не могла иметь место двоэль, надо будет об этом поразмыслить». Сперва отец как будто размышлял об этом предмете, но, переходя от одного соображения к другому, в конце концов заснул в своем кресле. Моя мать и теолог давно уже спали, а Гарсиас не замедлил последовать их примеру. Я ушел к себе в комнату. Так прошел первый день после моего возвращения в родной дом. На другое утро я фехтовал с Гарсиасом, потом отправился на охоту, а после ужина, когда все уселись вокруг камина, отец опять послал теолога за большой книгой. Его преподобие принес книгу, открыл ее наугад и принялся читать следующее. «История Лан-Дуэль Лан-Дуэльфа из Феррары». В итальянском городе Феррари жил некогда один юноша по имени Лан-Дуэльф. Он был распутник бесчестия и веры, наводивший страх на всех благочестивых жителей. Негодяй этот предпочитал общество непотребных женщин. Он знал их всех, но ни одна так не нравилась ему, как Бианка Доросси, потому что превосходила всех остальных в разврате. Бианка была не только распутна, жадна и испорчена в самом своем существе, но кроме того требовала от своих любовников низких поступков. Как-то раз она попросила Лан-Дуэльфа, чтобы тот сводил ее ужинать к своей матери и сестре. Лан-Дуэльф сейчас же пошел к матери и объявил ей об этом намерении, словно не видел в этом ничего непристойного. Бедная мать, заливаясь слезами, стала заклинать сына, чтобы он не позорил сестру. Лан-Дуэльф остался глух к этим просьбам, обещал только по возможности блюсти тайну, потом пошел за Бианкой и привел ее к себе в дом. Мать и сестра Лан-Дуэльфа приняли негодницу гораздо лучше, чем она заслуживала. Но Бианка, видя их доброту, удвоила наглость, повела непристойные речи и принялась посвящать сестру своего любовника в такие вещи, без которых та вполне обошлась бы. Наконец выпроводила обеих из комнаты, заявив, что желает остаться с Лан-Дуэльфом наедине. На следующее утро бессовестное распространило эту историю по всему городу и несколько дней только об этом всюду и шла речь. Наконец весть об этом дошла до Адаарда Дзампи, брата Лан-Дульфовой Мати. Адаарда был отнюдь не склонен оставлять обиды безнаказанными. Он вступился за свою сестру и в тот же самый день приказал убить негодную Бианку. Придя к своей любовнице, Лан-Дульф нашел ее истекающей кровью и мертвую. Вскоре он узнал, что это дело рук его дяди и кинулся мстить. Но Одуардо окружали преданные друзья и стали еще насмехаться над бессильной злобой Лан-Дульфа. Не зная на кого излить свой гнев, Лан-Дульф побежал к матери, чтобы оскорбить ее. Бедная женщина как раз сидела с дочерью и ужинала. Увидев входящего сына, она спросила, придет ли Бианка и нынче ужинать. Если бы только она могла прийти, крикнул Лан-Дульф, и увезти тебя в ад вместе с твоим братом и всем семейством Цампи. Несчастная мать упала на колени, воскликнув «Господи Боже, прости ему это богохуйство!» В это мгновение дверь с грохотом открылась, и на пороге показался страшный призрак, весь покрытый стилетными ранами, в котором, однако, нельзя было не узнать труп Бианки. Мать и сестра Лан-Дульфа стали усердно молиться, и Бог смеловался над ними, позволив им вынести это ужасное зрелище и не умереть за страху. Призрак медленно подошел и сел за стол, как бы собираясь ужинать. Лан-Дульф с отвагой, которую мог ему внушить только ад, подвинул к нему блюдо. Призрак раздинул такую огромную пасть, что, казалось, голова у него распалась надвое, и оттуда полыхнуло красноватое пламя. Потом он протянул осмоленную руку, взял кусок, проглотил его, и сейчас же стало слышно, как этот кусок падает под стол. Таким способом призрак пожрал все содержимое блюдо. Все куски оказались под столом. Тогда, устремив на Лан-Дульфа страшные глаза, призрак произнес «Лан-Дульф, я у тебя отужинала». «И ночевать буду с тобой, ступая в постель». Тот мой отец, перебив духовника, обратился ко мне с такими словами. «Сын мой, Альфонс, испугался бы ты на месте Лан-Дульфа?» «Дорогой отец», ответил я, ручаюсь, что нисколько не испугался. Этот ответ понравился отцу, и он в течение всего вечера был весел. Так проходили день за днем, с той разницей, что зимой мы сидели у камина, а летом на скамье у ворот замка. Шесть лет протекло в этом сладостном покое, и теперь при воспоминании о них мне кажется, что каждый год длился не больше недели. Когда мне исполнилось семнадцать лет, отец решил определить меня в полк Волонской гвардии, с этой целью написал некоторым старым своим приятелям, на помощь которых мог рассчитывать. Эти почтенные, уважаемые военные, общими усилиями добились для меня звания капитана. Получив это известие, отец так разволновался, что опасались за его жизни. Однако он скоро пришел в себя, и с тех пор был занят одними только приготовлениями к моему ответу. Он хотел, чтобы я отправился морем, и, высадившись в Кадисе, сперва представился наместнику провинции Дону Энвике Десса, больше всего сделавшему для моего назначения. Когда во двор к нам уже въехала почтовая карета, отец повел меня в свою комнату и, заперев дверь на замок, сказал, дорогой Энхорос, «Я хочу открыть тебе тайну, которую передал мне мой отец, а ты придет время передашь твоему сыну, убедившись, что он этого достоин». Уверенный, что речь пойдет о каком-нибудь кладе, я ответил, что гляжу на золото единственное как на средство, позволяющее оказывать помощь несчастным. «Ты ошибаешься, милый Альфонс, выгрозил отец. Дело не в золоте или серебре. Я хочу научить тебя до сих пор незнакомому приему, при помощи которого, парируя удар и осуществляя выпад сбоку, ты наверняка выбьешь оружие из руки противника». Тот он взял рапиру, показал мне этот прием, благословил на дорогу и проводил до кареты. Я огнял мать и через мгновение покинул родительский замок. Добравшись по суше до Флиссингена, я сел там на корабль и высадился в Кадисе. Дон Энрике Деса принял во мне такое участие, как если бы я был его родным сыном, помог мне экипироваться и рекомендовал двух слуг, одного из которых звали Лопес, а другого Москито. Из Кадиса мы отправились в Севилью, из Севильи в Кордову, потом в Андухар, откуда я решил ехать через Сьерра-Морену. К несчастью, возле источника Лос-Аль-Корнокес оба слуги мои покинули меня. Несмотря на это, я в тот же день прибыл в Вентакимаду, а вчера вечером в твоей обители. — Дитя мое, — сказал Отшельник, — твоя история живо меня заинтересовала. Спасибо тебе за то, что ты рассказал мне ее. Теперь я вижу, что полученное тобой воспитание сделало тебя совершенно недоступным страху. Но так как ты провел ночь в Вентакимаде, боюсь, не подвергся ли ты там искушением двух висельников и не ждет ли тебя печальная участь одержимого Пачеку? Отец мой, ответил я, — почти всю ночь раздумывал я над приключениями синьора Пачеку. Хотя в него вселился бес, он все-таки дворянин, а я не допускаю мысли, чтобы все, что он говорит, не было чистейшей правдой. Но, с другой стороны, наш духовник Иньиго Велес ручался мне, что если прежде, особенно в первые века христианства, было довольно много одержимых, то теперь их вовсе нет. И его свидетельство представляется мне тем более важным, что отец мой приказал мне в вопросах религии слепо верить преподобному Велесу. Как же так возразил отшельник? Разве ты не видел ужасного лица одержимого, у которого дьявол выщербил глаз, а все-таки отец мой, сеньор Пачеку, мог получить это увечье и другим путем? В общем, в такого рода делах я всегда полагаюсь на тех, кто понимает больше меня. С меня довольно того, что я не боюсь никаких призраков или оборотней, но если ты хочешь ради покоя души моей дать мне какую-нибудь святую реликвию, обещаю сносить ее с верой и благоговением. Отшельник, видимо, улыбнулся моей простоте, а потом сказал, вижу, сын мой, что ты еще не утратил веру, но опасаюсь, как бы этого не случилось позже. Эти гомелесы, от которых ты ведешь свой род по женской линии, только недавно стали христианами, а некоторые из них, кажется, в глубине души остались верны исламу. Если бы они обещали тебе несметное богатство при условии перейти в их веру, как бы ты поступил? Я отказался бы, ответил я, так как считаю, что тот, кто отрекся от своей веры или сдал знамя врагу, достоин только позора. Отшельник и на этот раз как будто улыбнулся. С грустью вижу, сказал он, что добродетели твои опираются на преувеличенные чувства чести и предупреждаю тебя, что в Мадриде теперь уже не бывает столько поединков, сколько было при твоем отце. К тому же добродетель теперь покоится на других, более прочных основаниях. Но не хочу отнимать у тебя время, раз впереди у тебя еще долгий путь, прежде чем ты достигнешь Вента Дель Пиньон или постоялого двора под скалой. Трактирщик живет там, не обращая внимания на грабителей, так как рассчитывает на защиту цыган, стоящих табором в окрестностях. «Последовтра ты прибудешь в Вента Де Карденос и окажешься уже по ту сторону Сьерра-Морены. У седла ты найдешь сметь на дорогу». С этими словами отшельник ласка у меня обнял, но не дал мне никакой реликвии для сохранения спокойствия души. Я не стал напоминать и, сев на коня, оставил скит. В пути я мысленно перебирал все суждения отшельника, не понимая, каким образом добродетель может опираться на более прочные основания, нежели чувство чести, которое, по моему мнению, сама является вместивищем всех добродетелей. Я раздумывал об этом, как вдруг какой-то всадник, показавшись из-за скалы, встал поперек дороги и промолвил «Вы, Альфонс, ван Варден». Я подтвердил, «В таком случае арестую тебя именем короля и святейшей инквизиции. Изволь отдать мне шпагу». Я молча исполнил это требование, после чего всадник свистнул, и меня со всех сторон окружили вооруженные люди. Они на меня накинулись, связали мне руки за спиной, повезли меня окольными путями в горы, и через час езды я увидел укрепленный замок. Был опущен подъемный мост, и мы въехали во двор. Возле замковой башни меня через боковую дверь втолкнули в яму, не позаботившись развязать веревки, которыми меня было путано. В узилище было совсем темно. Не имея возможности вытянуть руки перед собой, я боялся, как бы на ходу не удариться головой о стену. Поэтому я сел на том месте, где меня оставили, и, нетрудно догадаться, стал размышлять о причинах столь жестокого со мной обращения. Я сразу подумал, что инквизиция схватила Эмину и Зибельду, их служанки рассказали про все, что было в Энтекемаде, в таком случае у меня, конечно, станут выпытывать о прекрасных африканках. Передо мной было два пути, либо предать моих родственниц, нарушив данное им честное слово, либо отрицать знакомство с ними. Выбрав второй путь, я запутался бы в сетях самой бессовестной лжи. После некоторого размышления я решил хранить глубочайшее молчание и не отвечать ни слова, ни на один вопрос. Покончив с этим, я начал перебирать в памяти события двух последних дней. Я был глубоко уверен, что имел дело с женщинами из плоти и крови. Какое-то непонятное чувство сильнее всех представлений о могуществе злых духов укрепляло меня в этом мнении. В то же время я был возмущен гнусной проделкой, в результате которой я оказался под веселецы. Время шло, меня начал донимать голод. Зная, что в тюрьмах всегда дают хлеб и воду, я стал шарить ногами, не найдется ли чего-нибудь съестного, и на самом деле, вскоре я круглого предмета, который оказался хлебом. Вопрос был только в том, как поднести его к рту. Я лег рядом с хлебом и попробовал схватить его зубами, но он каждый раз ускользал от меня за отсутствием опоры. Наконец, я припер его к стенке и, обнаружив, что эта разрезанная пополам небольшая буханка, сумел его укусить. Если бы хлеб не был разрезан, мне этого ни в коем случае не удалось бы. Потом я нащупал ногой и кувшин, но опять никак не мог приблизить его к губам. Кончилось тем, что не успел я слегка промочить горло, как вся вода вылилась на землю. Продолжая поиски, я нашел в углу охапку соломы и лег. Руки мои были связаны так искусно, что я не чувствовал никакой боли и вскоре уснул. День четвертый Кажется, я проспал несколько часов, как вдруг меня разбудили. Я увидел входящего монаха-доминиканца и с ним несколько человек весьма неприятной наружности. У некоторых были в руках факелы, у других совершенно неизвестные мне инструменты, явно орудия пытки. Я вспомнил о сделанном мной выборе и решил ни на волос от него не отступать. Подумал о своем отце. Правда, его никогда не пытали, но я знал, что при многочисленных и болезненных хирургических операциях, каким он подвергался, он даже ни разу не крикнул. Последуя его примеру, сказал я сам себе, словечко не пророню, вздоха не издам. Инквизитор крикнул, чтобы ему принесли кресло, сел возле меня, придал своему лицу ласковое и приветливое выражение и обратился ко мне с такими словами. Милый и дорогой сын, благодоли небо, что оно привело тебя в эту темненькую. Но какой дал ты для этого повод? Какой грех совершил? Исповедуйся. В слезах и смирении ищи облегчение на грудне моей. Не хочешь отвечать? Увы, сын мой, дурно, очень дурно поступаешь ты. Не в наших правилах допрашивать преступника. Мы предоставляем ему свободу из обличения самого себя. Такие признания, хоть отчаян невынужденные имеют свою хорошую сторону, особенно когда виновные находят нужным назвать соучастников. По-прежнему молчишь, тем хуже для тебя. Я вижу, что должен сам вывести тебя на правильный путь. Знаешь ли ты двух африканских принцесс, или вернее двух мерзких колдуньей, гнусных ведьм, дьяволит в образе человеческом? Не отвечаешь. Ввести сюда этих двух инфант Люциферовых. Тут ввели обеих моих родственников. с руками связанными как мои. После чего инквизитор продолжал. Ну как, милый сын, узнаешь ты их? Продолжаешь молчать, дорогой сын, пусть не устрашит тебя то, что я тебе скажу. Тебе сделают немного больно. Видишь, вон те две доски. Твои ноги вложат в эти доски и стянут веревкой, а потом вобьют тебе молотком между колен вот эти клинья. Сперва ноги твои нальются кровью, потом кровь брызнет из больших пальцев, а на других отвалятся ногти, подошвы полопаются и вытечет жир, смешанный с раздавленным дня. Это уже будет больнее. Все не отвечаешь. Ты прав, это только подготовительные мучения, но ты все-таки потеряешь сознание, однако тотчас очнешься с помощью вот этих солей и спиртов. голов. Потом у тебя вынут эти клинья и вобьют вон те большего размера. После первого удара у тебя раздравятся коленные суставы и кости, после другого ноги тряснут сверху донизу, выскочит костный мозг и вместе с кровью обогрит эту самому. Ты упорствуешь в своем молчании. Хорошо. Сожмите ему пальцем. Услышав это, палачи схватили меня за ноги и положили между двумя досками. Не хочешь говорить? Вбейте клинья. Молчишь? Подымите молотки. В это мгновение послышалась оружейная стрельба. О, Аллах! Воскликнула Эмина. Мы спасены. Зото идет нам на помощь. Зото вошел с толпой своих, выгнал вон палачей и приковал инквизитра к железному обручу, вбитому в стены тюрьмы. Потом развязал меня и обеих мавританок. Как только девушки почувствовали, что руки у них свободны, они обнили ими мою шею. Нас разлучили. Зото велел мне садиться на коня и ехать вперед, обещая сейчас же поспешить вместе с женщинами вслед за мной. Авангард, с которым я выступил, состоял из четырех всадников. Нарасцвете в безлюдной местности мы сменили коней, потом стали карабкаться по вершинам и склонам крутых гор. Около четырех пополудни мы оказались около скалистого грота, где решили переночевать. Я радовался, что солнце еще не зашло, и вид был захватывающий, особенно для меня, видевшего до тех пор только Орденны и Зеландию. У ног моих растиралась очаровательная вега де гранада, которую жители упрямо называют наша долинка. Я видел ее всю. Шесть городов ее и сорок деревень, извилистое русло хиниля, потоки низвергающейся с вершин альпухары, тенистые рощи, беседки, дома, сады, множество усадеб. Восхищенный чарующим зрелищем стольких соединенных вместе предметов, я сосредоточил все свои чувства в зрении. Во мне проснулся обожатель природы, и я совсем забыл о своих родственниках, которые не замедлили прибыть в носилках. После того, как они уселись на разложенных в гроте подушках и немного отдохнули, я сказал им, сударыня, я ничуть не жалею, что провел ту ночь в Энтакимаде, но, говоря откровенно, ее окончание пришлось мне не по вкусу. — Считай нас, Альфонс, виновницами только приятных твоих снов, сказала Эмина. Кроме того, на что ты жалуешься? Разве ты не искал повода выказать сверхчеловеческую отвагу? Как, перебил я, кто-нибудь может комневаться в моей отваге, если бы такой нашелся и дрался бы с ним на плаще или с платком в зубах? На плаще с платком в зубах? — Я не знаю, что ты под этим подразумеваешь, возразила Эмина. — Есть вещи, о которых я не могу тебе говорить, и даже такие, о которых сама до сих пор ничего не знаю. Я исполняю только приказание главы нашего рода, преемника шейха Масуда, владеющего тайной Касаргом Элиэса. — Могу лишь сказать тебе, что ты наш близкий родственник. У отца твоей матери Айдора Гранады был сын, оказавшийся достойным узнать тайну. Он принял веру пророка и женился на четырех дочерях Дея, который правил тогда в Тунисе. Только у самой младшей из них были дети, и это была как раз наша мать. Вскоре после рождения Зибельда мой отец и три жены его умерли от чумы, опустошавшие тогда берега Берберии. Надо довольно толковать об этих предметах, о которых ты потом узнаешь подробно сам. Зибельда, не прерывавшая сестру в тех случаях, когда разговор шел о деле, вступала в свои права в минуты чувствительности. Осыпанный лесными знаками внимания и похвалами, я был удоволен сам собой и другими. Вскоре приехали негритянки и был ужин, за которым сам Зото прислуживал нам со всей возможной почтительностью. После ужина негритянки подстлали в пещере удобные постели для моих родственниц, а я нашел себе другую пещеру, и мы тотчас погрузились в сон, потребность в котором давала так сильно себя чувствовать. День пятый на другое утро чуть свет караван был готов в поход. С гор мы спустились в глубокие долины или скорее в пропасти, казалось, доходившие до самых недр земных. Они рассекали горных хребет в столь разнообразных направлениях, что невозможно было распознать ни нашего местоположения, ни цели, к которой мы стремились. Так продвигались мы вперед шесть часов, пока не достигли развалин брошенного города. Тут Зото велел нам спешиться, и, отведя меня к колодцу, промолвил, сеньор Альхонс, загляни, пожалуйста, в этот колодец и скажи, что ты о нем думаешь. Я ответил, что вижу воду, и что это, по-моему, обыкновенный колодец, ты ошибаешься, возразил Зото, это вход в мой дворец. С этими словами он наклонился над отверстием и издал какой-то особенный клич. В ответ с боков сруба на моих глазах выдвинулись доски, образовав возвышающийся на несколько пядей над водой помост, по которому из отверстия колодца вышел один вооруженный, а за ним другой. Когда они ступили на землю, Зото сказал мне, сеньор Альфонс, имею честь представить тебе двух моих братьев Чича и Муму. Ты, наверное, видел их висящими на витерице, и, несмотря на это, оба в добром здравии будут всегда исполнять твои приказания. Они, как я, на службе и на жалование у великого шейха Гумелесов. Я ответил ему, что очень рад видеть братьев человека, оказавшего мне такую важную услугу. Волей-неволей пришлось спускаться в колодец. Принесли веревочную лестницу, по которой обе сестры сошли проворнее, чем я предполагал. Я последовал их примеру. Оказавшись на досках, мы обнаружили маленькую боковую дверь, в которую надо было войти, согнувшись пополам. Вскоре однако мы увидели широкие ступени, высеченные в скале и освещенные светильниками. Мы спустились примерно на 200 ступеней под землю и, наконец, очутились в подземелье, разделенном на множество комнат и зал. Стены помещения для защиты от сырости были выложены пробкой. Позже я видел в Синтре, недалеко от Лиссабона, высеченные в скале монастырь, кельи которого были тоже обиты пробкой, почему его и прозвали пробковым монастырем. Кроме того, все время поддерживаемый огонь сохранял в подземелье зото приятное тепло. Куани размещены были поблизости, но в случае нужды их можно было отправить под землю по потайному ходу, выходящему в соседнюю долину. Для этого был даже устроен специальный ворот, к которому, однако, редко когда прибегали. Все эти чудеса промолвила именно создание гумилесов. Они вырубили пещеры в этих скалах, когда были еще властителями страны, или, вернее, окончили работу, начатую язычниками, населявшими Аль-Пухару в момент их прибытия. По мнению ученых, на этом месте находились прииски чистого бетийского золота, а древние пророчества утверждают, что вся эта местность снова станет когда-нибудь собственностью гумилесов. Как по-твоему, Алифон? Неплохое было бы наследство. Слова Эмины были мне не по душе, и я прямо ей это высказал. Зачем, чтобы направить разговор на другое, спросил, какие у нее виды на будущее. Эмина ответила, что после всего, что произошло, они не могут больше оставаться в Испании, но хотят немного отдохнуть, пока для них не будет приготовлен корабль. Подали обед, состоящий главным образом из дичины и сухих фруктов. Три брата прислуживали нам к беспримерным усердием. Я заметил моим родственницам, что трудно было бы найти более радушных висельников. Эмина с этим согласилась и обращаясь к зоту промолвила. Наверное, у тебя и твоих братьев было в жизни много необыкновенных приключений, о которых мы с большим удовольствием послушали бы. После некоторых уговоров зоту сел рядом с нами и начал. История зоту Я родился в городе Беневенто, столице герцогства от того же названия. Отец мой, которого тоже звали зоту, как и меня, по профессии был весьма искусным оружейником. Но так как в городе таких было трое и двум другим больше везло, заработка его едва хватало на прокорм жены и трех детей, то есть меня и двух моих братьев. Через три года после свадьбы моей матери ее младшая сестра вышла замуж за торговца оливковым маслом по фамилии Лунардо, который в виде свадебного подарка преподнес ей пару золотых сережек и такую же цепочку на шею. Когда мать вернулась со свадьбы, у нее был очень огорченный вид. муж стал допытываться о причине, она долго отказывалась объяснить в чем дело, но в конце концов призналась, ее мучает досада, что у нее нету таких сережек и такой цепочки, как у сестры. отец ничего не сказал. У него в кладовой было охотничье превосходной работы с таким же пистолетами и охотничьим ножом. Ружье, над которым отец работал четыре года, давало четыре выстрела от одного заряда. Отец оценивал его в триста неаполитанских золотых унций. Он пошел в город и продал весь набор за восемьдесят унций. Потом купил сережки, цепочку и принес жене. Мать в тот же день пошла похвалиться перед женой Лунардо и страшно обрадовалась, когда было признано, что ее серьги гораздо красивее и богаче. Через неделю жена Лунардо пришла навестить мою мать. На этот раз волосы у нее были сплетены и уложены в косу, заколотую большой золотой шпилькой с изящной рубиновой розой. Роза эта вандила в сердце моей матери острый шип. Опять начались стерзания и прекратились не прежде, чем отец обещал купить ей точно такую же шпильку. шпилька стоила 45 унций и отец, не имея ни этих денег, ни возможности добыть их, вскоре сам впал в такое умение, в каком была за несколько дней до того моя мать. В это время к отцу зашел местный Браво по имени Грилло Мональди, принес ему пистолеты, чтобы тот их почистил. Заметив мрачный вид отца, Мональди спросил о причине и отец ему все рассказал. После небольшого размышления Мональди обратился к нему с такими словами. Сеньор Зото, я тебе должен больше, чем ты думаешь. Несколько времени тому назад мой кинжал был случайно обнаружен в теле человека, убитого по дороге в Неаполь. Суд посылал этот кинжал всем оружейникам и ты великодушно заявил, что первый раз его видишь, хотя кинжал из твоей мастерской и ты сам мне его продал. Сказав правду, ты мог доставить мне большие неприятности. Вот здесь 45 унций, которые тебе нужны, и кроме того, помни, что отныне кошелек мой в твоем распоряжении. Отец с благодарностью принял деньги и сейчас же пошел покупать золотую шпильку, с которой мать в тот же самый день предстала перед своей кичливой сестрой. Домой она вернулась, уверенная, что супруга Лунардо вскоре появится украшенная какой-нибудь новой драгоценностью. Но в голове у той родился совсем другой замысел. Она решила пойти в церковь с наемным лакеем в Левреи и сообщила об этом мужу. Лунардо от природы невероятно скупой легко соглашался на покупку драгоценностей, которые, по его мнению, были в такой же безопасности на голове жены, как в его собственной шкатулке, но он отнесся совершенно иначе к просьбе уделить унцию золота для бездельника, который неизвестно зачем должен был полчаса стоять за скамеечкой его жены. Однако сеньора Лунардо так его мучила и беспрестанно терзала, что он в конце концов решил ради экономии сам надеть леврею и поторопиться за женой в церковь. Сеньора Лунардо нашла, что муж подходит для этой роли не хуже всякого другого и решила со следующего воскресенья появляться в церкви с этой новой разновидностью лакея. Правда, соседи смеялись над этим маскарадом, но тетя моя приписывала это непреодолимому чувству зависти. Когда она первый раз подходила к церкви, нищие стали кричать во все горло на своем своеобразном наречии «Посмотрите на Лунардо, который превратился в слугу своей жены!» Но так как бедняки простирают свою смелость только до известного предела, сеньора Лунардо спокойно вошла в церковь, где перед ней расступились с надлежащим почтением. Ей подали святой воды и посадили ее на лавку, в то время как мать моя стояла среди женщин изнивших слоев. Вернувшись домой, мать сейчас же принялась обшивать голубой отцовский кафтан старым желтым голуном отпоротым от какой-то ладунки. Отец удивленный спросил «Для чего это?» И она рассказала ему про сестру, муж которой был так любезен, что надев леврею пошел с женой в церковь. Отец уверил ее, что он не способен на такую любезность, но на следующее воскресенье нанял за унцию золота лакея в расшитой голуном леврея, который пошел с моей матерью в церковь и опять синьора Лунардо должна была уступить сестре. В тот же самый день, как только кончилось место, к отцу пришел Мональди и обратился к нему с такими словами «Дорогой Зото, я узнал о состязании в чудачествах, которые жена твоя затеяла со своей сестрой. Коли ты это сразу не прекратишь, то будешь несчастен всю жизнь. Перед тобой два пути, либо как следует проучить жену, либо заняться ремеслом, которое дало бы тебе возможность покрывать ее расходы. Если ты выберешь первый путь, я дам тебе ореховый пруд, который я часто пускал в ход, имея дело с покойной женой. Пруд этот, правда, не из тех, которые, если их взять за оба конца, поворачиваются в руках и служат для обнаружения подземных ключей, а иной раз и кладов, но ежели взять его за один конец, а другим коснуться спины твоей жены, я ручаюсь, что ты легко и быстро вылечишь ее от всяких причуд, но ежели ты желаешь удовлетворить все ее капризы, я познакомлю тебя с самыми бесстрашными людьми во всей Италии, которые теперь как раз гостят в Деневенто, так как это пограничный город, полагаю, ты меня понял, так подумай и дай мне ответ. С этими словами Мональди положил пруд моему отцу на верстак и ушел. Между тем мать моя после места отправилась на Корсо и зашла кое-кому из приятельниц, чтобы похвалиться своим лакеем. Наконец вернулась радостная домой, но отец встретил ее совсем иначе, чем она рассчитывала. Он схватил ее левой рукой повыше локтя, а вправую взял лещиновый пруд и начал приводить в исполнение совет приятеля. Он с таким пылом взялся за дело, что мать упала без чувств, а испуганный супруг бросил пруд, стал просить прощения, получил его, и мир был восстановлен. Через несколько дней после этого отец отправился к Мональди и, сообщив ему, что пруд не помог, попросил свести его с бесстрашными своими товарищами, о которых тот упоминал. Мональди ответил так, «Меня удивляет, что не имея духу наказать как следует свою собственную жену, ты рассчитываешь найти у себя мужество подстерегать прохожих на краю леса. Впрочем, это вполне возможно, в сердце человеческом таится столько противоречий. Я охотно познакомлю тебя со своими друзьями, но ты должен сперва совершить хоть одно убийство». Вечером, закончив работу, возьми длинную шпагу, сунь стилет за пояс и, приняв нахальный вид, расхаживай перед порталом Мадонны, может быть, кому-нибудь понадобится твоя помощь, а пока будь здоров, да благоприятствует небо твоим замыслам». Отец послушался советам Мональди и вскоре заметил, что некоторые кавалеры вроде него и даже сбиры приветствуют его многозначительными взглядами. Через две недели таких прогулок к нему подошел какой-то богатый одетый сеньор и сказал, «Вот тебе, сударь, сто унца и через полчаса ты увидишь двух молодых людей с белыми перьями на шляпах. Ты подойдешь к ним, как бы желая сообщить какую-то тайну и скажешь в полголоса, «Кто из вас маркиз Фельдтри?» Один ответит, это я. Ты сейчас же ударишь его стилетом в сердце, другой юноша жалкий трус и обратится в бегство. Тогда ты прикончишь Фельдтри. А потом спокойно ступай домой и не старайся искать убежище в церкви. Я буду ждать тебя. Мой отец выполнил в точности данное ему поручение и, вернувшись домой, увидел там незнакомца, чьей ненависти оказал такую добрую услугу. «Сеньор Зото», сказал незнакомец, «Я тебе очень благодарен за твою услугу». «Вот тебе другой кошелек с сотней унций, который прошу принять, и еще один с такой же суммой. Его ты сунешь в руку слуге правосудия, когда он к тебе явится». Сказав это, незнакомец завернулся в плащ и ушел. Вскоре после этого к отцу явился начальник сбиров. «Однако, получив сто унций, предназначенных для правосудия, он пригласил отца к себе на приятельский ужин. Они вошли в помещение, прилегающее к городской тюрьме, и увидели здесь тюремного надзирателя и тюремного духовника, уже сидящих за столом. Отец был немного взволнован, как обычно бывает после первого убийства. Священник, заметив его смущение, промолвил, «Сеньор Зото, отложи в сторону печаль. Месса в кафедральном соборе стоит двенадцать таро штука. Говорят, убили маркиза Фильтри, закажи двадцать месс за упокой его души и получишь полное отпущение». И больше об этом событии не было речи. Ужин прошел весело. Утром к отцу пришел Мональди поздравить с отличным началом. Зото хотел отдать ему сорок пять тюнцей, которое прежде у него занял, но Мональди сказал, «Зото, ты обижаешь меня. Если ты еще раз напомнишь мне об этих деньгах, я подумаю, что ты коришь меня за скупость. Мой кошелек всегда к твоим услугам, и ты можешь быть уверен в моей дружбе. Не стану скрывать от тебя, что я главарь смельчаков, о которых тебя говорил. Все это люди почтенные и безупречные порядочности. Если хочешь присоединиться к ним, скажи, что едешь в Брешию закупать стволы для мушкетов и присоединяйся к нам в Капуе. Просто заезжай в трактир под Золотым Крестом, а об остальном не беспокойся». Через три дня отец поехал и выполнил поручение столь же почетное, как и выгодное. Хотя климат Деневента очень хороший, отец, еще не привыкнув к новому ремеслу, не хотел опускаться в путь в плохую погоду, поэтому он провел зиму в кругу семьи. С тех пор каждое воскресенье ливрейный лакей сопровождал мою мать в церковь, и кроме того у нее появились золотые застежки на корсаже и золотое кольцо для ключей. Когда наступила весна, к моему отцу подошел на улице какой-то незнакомый слуга с просьбой пройти вместе с ним городским воротом. Там их ждали пожилой дворянин и четыре всадника. Дворянин сказал, «Сеньор Зото, возьми вот этот кошелек с пятидесяти цехинами и поедем со мной в соседний замок, а пока позволь завязать тебе глаза». Отец согласился на все и после продолжительной езды оказался наконец с незнакомцем в замке. Его ввели внутрь, развязали глаза. Он увидел женщину в маске с кляпом во рту, привязанную к креслу. Старик сказал ему, «Сеньор Зото, вот тебе еще сто цехинов, а теперь будь добр, убей мою жену». «Ты ошибся, сеньор», возразил мой отец. «Сразу видно, что ты меня не знаешь. Да, я нападаю на людей из-за угла либо в лесу, как пристало человеку порядочному, но никогда не исполняю обязанностей палача». С этими словами он бросил оба кошелька под ноги ревнивому суфругу, который больше не настаивал на своем требовании. Зото опять завязали глаза, слуги отвели его к городским воротам. Этот великодушный и благородный поступок снискал отцу большое уважение, а вскоре и другой в таком же роде прибавил ему доброй славы. В Беневенто было два богатых и почтенных человека. Одного звали граф Монтальто, а другого маркиз Монтальто прислал за моим отцом и обещал ему 500 цехинов за убийство маркиза. Отец только попросил об отсрочке, так как знал, что цехин имеет сильную охрану. Через два дня маркиз цехин вызвал отца в уединенное место и сказал ему, «Этот кошелек с 50 цехинами будет твой, Зото, если ты дашь мне честное слово, что убьешь графа Монтальто». Отец взял кошелек и заявил, «Синьор маркиз, я даю честное слово, что убью графа Монтальто, но должен тебе сказать, что сперва обещал ему убить тебя, но надеюсь, ты этого не сделаешь, со смехом сказал маркиз. Прошу прощения, синьор маркиз, спокойно возразил мой отец, я дал слово и не нарушу его». Маркиз отпрянул на несколько шагов и схватился за шпагу, но отец вынул из-за пояса пистолет и размозжил ему голову. Потом пошел к Монтальто и сообщил ему, что его врага больше нет в живых. Граф обнял его и отсчитал пятьсот цехинов. Тут отец мой, немного смущенный, объявил, что маркиз перед смертью заплатил ему пятьсот цехинов за убийство графа. Монтальто выразил свою радость по поводу того, что успел опередить врага, это не имеет никакого значения, сеньор граф, возразил отец, я ведь дал ему честное слово, что ты умрешь, и он ударил его стилетом. Падая, граф страшно закричал и на крик сбежали слуги. Отец проложил себе дорогу стилетом и скрылся в горы, где отыскал шайку Мональди. Все храбрецы в нее входившие не знали, какие воздать хвалы столь тонкому чувству чести. Готов поручиться, что случай этот до сих пор на устах у всех жителей Беневенто, и о нем долго еще будут говорить в этом городе. Когда Зотто кончил рассказывать об этом эпизоде из жизни своего отца, пришел один из его братьев и сообщил, что от него ждут указаний насчет приготовления корабля. Поэтому Зотто покинул нас, попросив разрешения отложить дальнейшее повествование на завтра. однако и то, что я уже услышал от него, крайне поразило меня. Мне казалось удивительным, что он все время восхваляет доблесть, щепетильность и незапятнанную честность людей, которые должны были бы считать милостью, если их только повесят. Злоупотребление словами, которыми он самоуверенно бросался, привело меня в великое смущение. Видя мою задумчивость, Эмина спросила, в чем ее причина, я ответил, что история отца Зота напомнила мне слышанное мной два дня тому назад от одного отшельника, который утверждал, что в наши дни добродетели опираются на нечто более надежное, чем чувство чести. Дорогой Альфонс, сказала Эмина, почитай этого отшельника и верь всему, что он тебе говорит, ты с ним встречишься еще не раз в жизни. После этого обе сестры встали и удалились вместе с негритянками в свои комнаты, то есть в отведенную для них часть подземелья. Вернулись они к ужину, после которого мы все пошли спать. Когда в пещере все затихло, я увидел на пороге Эмину. В одной руке она держала светильник, как психея, а другой вела свою сестру более прекрасную, чем Амур. Постель моя была послана так, что обеим было где сесть. Эмина промолвила милый Альфонс. Я тебе уже сказала, что мы обе принадлежим тебе. Великий шейх простит нам, что мы немного предварили его разрешение. Прекрасная Эмина ответил я. Вы тоже должны простить меня. Если это еще одно испытание, которому вы хотите подвергнуть мою добродетель, то очень опасаюсь, что на этот раз ей не сдобровать. Не бойся. прервала прекрасная мавританка и, взяв мою руку, положила ее себе на бедро. Я почувствовал, что у меня под пальцами пояс, не имеющий ничего общего с поясом богини Венеры, хоть и вызывавший представление о ремесле ее супруга. У родственниц моих не было ключка от замка, во всяком случае, так и не утверждали. Кроме самого центра, мне, к счастью, не был заказан доступ ни в какие другие пределы. Зибельда вспомнила роль возлюбленной, которую репетировала с сестрой, и Мина увидела во мне предмет тогдашних своих любовных восторгов и всеми своими чувствами отдала с этой сладкой иллюзией. Младшая сестра ее искусная, живая, полная огня, затопила меня своими ласками. К мгновения эти были, кроме того, полны чего-то более неопределенного, помыслов, на которые мы едва намекали, и того сладкого вздора, который у молодых людей служит интермедией между свежим воспоминанием и надеждой на близкое счастье. Наконец сон стал одолевать прекрасных мавританок, и они пошли к себе. Оставшись один, я подумал, как было бы неприятно, если бы я утром проснулся опять под веселицей. Эта мысль показалась мне смешной, но в то же время не выходила у меня из головы, пока я не заснул. День шестой. Разбудив меня, Зото сказал, что я порядочно заспался и что уже готов обед. Я поспешно оделся и пошел к своим родственницам, которые ждали меня в столовой. Взгляд их остановился на мне с нежностью, казалось, девушки больше заняты воспоминаниями прошедшей ночи, чем приготовленным для них угощением. После обеда Зото сел рядом с нами и продолжал рассказ о своих похождениях. Продолжение истории Зото даже сократил нам срок пребывания в тюрьме. Выйдя на волю, мать моя была встречена с великим почетом соседками и жителями всего квартала, потому что на юге Италии разбойники такие же народные герои, как в Испании контрабандисты. Часть всеобщего уважения досталась и на нашу долю, в особенности меня признали главарем всех сорванцов на нашей улице. Между тем Мональди погиб в одной из вылазок, и отец мой, приняв атаманство над шайкой, решился на отчаянно дерзкий поступок. Он устроил засаду на дороге в Солерно, по которой должен был проехать конвой с деньгами, отправленными вице-королем Сицилии. Предприятие увенчалось успехом, но отец был ранен мушкетной пулей в поясницу и больше не мог заниматься своим ремеслом. Его прощение с товарищами было невероятно трогательным. Говорят, несколько разбойников плакали на взрыв, чему я с трудом поверил бы, если бы сам раз в жизни не плакал горько, убив свою любовницу, о чем я скажу вам потом. Шайка не могла долго существовать без главаря. Некоторые ее участники подались в Тоскану, где их повесили, а остальные же присоединились к Тесталунге, который начал приобретать тогда известность в Сицилии. Отец мой переплыл пролив и направился в Мессину, где попросил убежище в августинской обители Дельмонте. Он передал свои сбережения в руки иноков, принес публичное покаяние и поселился близ церковной паперти. На новом месте он повел спокойный образ жизни, ему было разрешено гулять по монастырским садам и дворам. Монахи давали ему похлебку, а за остальными блюдами он посылал в соседний трактир, кроме того, монастырский служка перевязывал ему раны. Видимо, отец часто посылал нам деньги, так как у нас в доме царило довольство. Мать принимала участие во всех развлечениях карнавала, а великим постом устраивала нам призапио, примечание ясли, то есть представление, изображающее вертеп. Дарил нам куколок, дворцы из сахара, игрушки и тому подобные безделицы, которыми обитатели неаполитанского королевства стараются друг друга перещеголять. Тетя Лунардо тоже устраивала такие представления, но гораздо скромнее наших. Мать, насколько я помню, была женщина добрая, и часто мы видели ее плачущей при мысли об опасностях, которым подвергался ее муж. Но вскоре возможность появиться в каком-нибудь наряде или драгоценном уборе на зависть сестре или соседям осушала ее слезы. Радость, доставленная пышным презепио, была для нее последней. Каким-то образом она схватила воспаление легких и через несколько дней умерла. После ее смерти мы не знали бы, что делать, если бы тюремный надзиратель не взял нас к себе. мы пробыли у него несколько дней, после чего нас отдали на попечение одному погонщику Мулов. Тот провез нас через Калабрию и на четырнадцатый день доставил в Мессину. Отец уже знал о смерти своей жены. Он принял нас с трогательной нежностью, велел нам расстелить свои циновки возле его циновок и представил нас монахом, после чего мы были приняты в число детей, прислуживавших во время Месси. Мы стали служками, поправляли фитили у свечей, зажигали лампады, а в остальное время бездельничали на улице не хуже, чем в Беневенто. Поедим суп у монахов, получим от отца по одному таро на каштаны до баранки и уйдем развлекаться в порту, чтобы вернуться только поздней ночью. В общем, на свете не было уличных мальчишек счастливее нас, пока одно происшествие, о котором я до сих пор не могу говорить без возмущения, не перевернуло всю мою жизнь. Однажды в воскресенье перед самой вечерней я прибежал ко входу в церковь, нагруженной каштанами, которые купил для себя и своих братьев и стал делить между ними любимые плоды. В это время к церкви подъехал роскошный экипаж с запряженной шестерней с парой свободных лошадей той же масти впереди дверцы отворились, из экипажа вышел дворянин и подал руку красивой даме, за ними последовал священник и, наконец, мальчик моего возраста, прихорошенький в венгерском костюме, так одевали тогда многих детей. Венгерка из синего бархата, расшитая золотом и оторученная соболем, спускалась ниже колен, покрывая верх его желтых софьяновых сапожков. На голове у него была шапочка тоже из синего бархата, оторученная соболем и украшенная султаном из жемчуга, падавшим ему на плечо. У пояса из золотых позументов и шишечек висела осыпанная драгоценными камнями сайделька. В руке он держал молитвенник в золотом переплете. Вид такого нарядного мальчика моих лет до того меня восхитил, что я сам не знаю, что делаю, подошел к нему и протянул ему два каштана, которые были у меня в руке. Но подлый негодяй вместо благодарности за мою приветливость и за все силы ударил меня в нос молитвенником. Этим ударом он чуть не выбил мне левый глаз, а застежка переплета, зацепившись за ноздрю, разорвала ее, я в одно мгновение залился кровью. Кажется, я слышал, как Борчук пронзительно закричал, но не могу сказать, наверное, так как упал, потеряв сознание. Очнулся я у садового колодца, окруженный отцом и братьями, которые обмывали мне лицо и старались остановить кровотечение. Когда я еще лежал так окровавленный, мы увидели, что к нам подходит Борчук с тем дворянином, который вышел первым из экипажа, а за ними идут священники два лакея, у одного из которых пук розок в руках. Дворянин в коротких словах объявил нам, что герцогиня Дерокко Фюрита требует, чтобы меня выпороли до крови за то, что я посмел испугать ее самое и ее маленького Принчипино. Лакей и тотчас приступили к исполнению приговора. Отец мой, боясь, как бы монастырь не отказал ему в прибежище, сперва не решался сказать ни слова, но, видя, как безжалостно терзают мое тело, в конце концов не выдержал и, обращаясь к дворянину с глубоким возмущением, промолвил, сударь, прикажи кончить эту пытку, а не то имею в виду, я убил ни одного стоившего в десять раз дороже, чем ты. дворянин, конечно, понял, что это не пустая угроза и велел перестать, но, когда я еще лежал на земле, принчипин подошел ко мне и ударил меня ногой в лицо со словами «бандитская рожа окаянная». Бесчастье это переполнило чашу моего терпения. Могу сказать, что с этой минуты я перестал быть ребенком или, вернее, с тех пор не испытал ни одной радости свойственной этому возрасту и долго потом не мог хладнокровно видеть человека в богатой одежде. Несомненно, что месть это первородный грех нашего края, так как, несмотря на свои восемь лет, я день и ночь только и думал, как бы покарать принчипину. Не раз вскакивал я с постели, увидев во сне, будто держу его за волосы и осыпаю ударами, а наяву продолжал раздумывать, каким бы способом отомстить издали, я понимал, что мне не дадут подойти к нему и, удовлетворив свое страстное желание, сейчас же убежать. Наконец, решил угодить ему камнем в лицо, так как был довольно ловок, а пока, чтобы еще лучше набить руку, целые дни кидал в цель. Как-то раз отец спросил меня, по какой причине я с такой страстью отдаю своей новой забаве, я ответил, что решил разбить морду принчепину, а потом убежать и стать разбойником. Отец сделал вид, будто не поверил, по его улыбке я понял, что он одобряет мое намерение. Наконец, наступило воскресенье, намеченное мной, как день мести, когда карета подъехала, и я увидел выходящих, я было смутился, но тотчас собрался с духом. Мой маленький враг заметил меня в толпе и высунул мне язык. Камень был у меня в руке, я кинул его и принчепина упал навзничь. Я сейчас же пустился бежать и остановился только на другом конце города. Там я встретил знакомого подмастерья трубочиста, который спросил меня, куда я иду. Я рассказал ему всю историю и он отвел меня к своему хозяину. Тому как раз нужны были ребята, он не знал, где их взять для такого неприятного ремесла и охотно меня принял. Он уверил, что никто меня не узнает, как только кожа моя подчернеет от сажи, а лазанье по крышам и дымоходам искусство нередко очень полезное. Он был прав, впоследствии я не раз был обязан жизнью, приобретенному тогда проворству. Сначала дым и запах сажи очень меня донимали, но, к счастью, я был в том возрасте, когда можно привыкнуть ко всему. Уже полгода занимался я этим новым ремеслом, когда со мной произошел следующий случай. Я находился на крыше, прислушиваясь, из какой трубы отзовется мой хозяин. Мне показалось, что голос слышится из соседней. Я стал поспешно спускаться, но под крышей обнаружил, что дымоход расходит в разные стороны. Мне надо было еще раз подать голос, но я не сделал этого и, не подумав, стал слезать через первое попавшееся из двух отверстий. Спустившись, я оказался в богатой обставленной комнате и первое, что я увидел, был мой принчепином в рубашке, играющий в мячик. Хоть маленький глупец, наверное, уже не раз в своей жизни видел трубочистов, он принял меня за черта. Он упал на колени, сложил руки, стал меня просить, чтобы я не утаскивал его с собой, обещая, что будет вести себя хорошо. Я, может быть, и смягчился бы, слыша эти уверения, но в руке у меня была метла трубочиста, искушение пустить его в ход было слишком сильно, к тому же, хоть я и отомстил за удар молитвенникам и отчасти за розги, однако в памяти у меня было еще живо то мгновение, когда принчепинок кнул меня ногою в лицо, промолвив бандитской рожей. Да и помимо всего прочего, каждый неаполитанец мстя предпочитает всегда лучше немного перегнуть палку, чем хоть чуть-чуть не догнуть ее. Я вырвал пук розок из метлы, разорвал рубашку на принчепинах и, обнажив ему спину, принялся изо всех сил хлестать его. Но удивительное дело парнишка от страха не пикнул. Нахлестав вдоволь, я вытер и деликой сказал, проклятый остленок. Я не черт, я маленький разбойник из монастыря августинцев. Тут к принчепину сразу вернулся голос и он принялся громко звать на помощь. Я, понятно, не стал ждать, пока кто-нибудь прибежит и скрылся той самой дорогой, по которой пришел. Оказавшись на крыше, я опять услыхал голос хозяина, звавшего меня, но не почел за нужное отвечать. Я помчался по крышам, пока не очутился на крыше какой-то конюшни перед которой стоял воз стены. Я спрыгнул на этот воз с воза на землю и побежал во весь дух в монастырь августинцев. Там я все рассказал отцу, который слушал меня с большим интересом, а потом сказал «Зото, «Уж вижу, что ты будешь бандитом». Потом обратился к стоявшему рядом с ним неизвестному мне человеку со словами «Папаша Леттерео, возьми его лучше к себе». Леттерео очень распространенное в миссине крестное имя. Происходит оно от некоего письма, якобы написанного при чистой деве и к жителям этого города и датированного ею в 1452 году от рождения моего сына. Миссинцы относятся к этому письму с таким же благоговением, как неаполитанцы к крови святого Януария. Объясняю вам это обстоятельство, так как полтора года спустя вознес к Мадонне де ла Леттера молитву, как я думаю, последнюю в своей жизни. Папаша Леттерео был капитаном вооруженного парусного трехмочтовика, предназначенного якобы для добычи кораллов. На самом же деле почтенный моряк занимался контрабандой, а случится таки разбоем. Правда, это нечасто ему удавалось, так как, не имея пушек, он был вынужден довольствоваться ограблением кораблей у пустынных берегов. Об этом хорошо знали в Миссине. Но Леттерео возил контрабанду для богатых купцов города, таможенники тоже имели от этого доход. С другой стороны, не было тайной, что папаша охотно поигрывает с телетом, и это последнее обстоятельство сдерживало всех, кто задумал бы мешаться в его дела. Леттерео отличался видной наружностью. Высокий рост и широкие плечи выделяли его среди толпы. Кроме того, весь его облик так соответствовал роду его деятельности, что один вид этого человека вызывал дрожь у более робких. Сильно загорелое лицо его еще больше почернело от порохового дыма. И эту просмоленную кожу он разукрасил разными чудными рисунками. Средиземноморские моряки имеют обыкновение татуировать себя на плечах и груди разной цифры, кресты, рисунки кораблей и тому подобное украшение. Леттерео превзошел в этом всех. На одной щеке он вытатуировал себе Мадонну, а на другой распятие. Но видны были одни верхушки этих изображений, так как все остальное скрывала густая борода, которую никогда не трогала бритва и только ножницы удерживали в каких-то границах. Прибавьте к этому огромные золотые серьги в ушах, красную шапку такого же цвета пояс, кафтан без рукавов, короткие матросские штаны, руки голые до плеча, а ноги до колен и карманы полные золота. Утверждали, будто, когда он был молод, в него влюблялись разные знатные дамы, но теперь он пользовался успехом только среди женщин своего круга и был грозой их мужей. Наконец, чтобы закончить портрет Летерео, скажу вам, что когда-то он был в большой дружбе с одним известным человеком, позже прославившимся под именем капитана Пепо. Они вместе служили у мальтийских корсаров. Потом Пепо перешел на королевскую службу, Летерео, уже оценивший деньги дороже чести, задался целью разбогатеть любыми средствами и сразу стал заклятым врагом прежнего своего товарища. Отец мой, чье занятие в монастыре заключалось лишь в перевязывании своих ран, исцеления от которых он уже не ждал, охотно вступал в разговор с такими же рыцарями с большой дороги, как он. Он подружился с папашей Летерео и, поручая меня ему, не думал встретить отказа и не ошибся. Тронутый доверием Летерео сказал моему отцу, что период ученичества будет для меня легче, чем для других юнг, объяснив, что овладевший ремеслом трубочиста в два дня без труда научится забираться на мачте. Эта перемена меня просто осчастливила, так как новое занятие представлялось мне гораздо более благородным, чем выскребывание печных труб. Я обнял отца, братьев и весело зашагал с папашей Летерео на его корабль. Поднявшись на верхнюю палубу, Летерео созвал двадцать своих матросов, вид которых как нельзя лучше соответствовал его наружности и представил меня этим сеньором, сказав при этом «Окаянные весельники, этот малый сын Зото, если кто из вас его тронет, я из того дух вышибу». Эта рекомендация возымела желанное действие. Меня хотели даже посадить за общий стол, но видев, что двое юнг прислуживают матросам, а сами едят, что останется, я присоединился к ним. Поступок этот снискал мне всеобщее расположение. А когда потом увидели, как быстро я карабкаюсь по рейке, со всех сторон подслышались крики удивления. На кораблях с латинским парусным оснащением рейка играет роль реи, но удержаться на рейке куда труднее, чем на рее, так как реи находятся всегда в горизонтальном положении. Мы распустили паруса и на третий день подошли к проливу Святого Бонифация, отделяющему Сардинию от Корсики. Оказалось, что более шестидесяти барок промышляют там сбором кораллов. Мы тоже стали собирать или вернее делать вид, что собираем кораллы. Что касается меня, я не терял времени даром. За четыре дня научился плавать и нырять не хуже самого ловкого из моих товарищей. Восьмидневная Григолада, так называют на Средиземном море бурный северо-восточный ветер, рассеяла наш маленький флот, каждый спасался как умел. Нас пригнала к побережью Сардинии, в безлюдную местность, известную под названием пристани Святого Петра. Мы застали там венецианскую палакру, видимо, сильно потрепанную бурей. В голове у Летерео тотчас зародились какие-то планы насчет этого корабля, и он бросил якорь рядом с ним. Потом часть матросов спрятал в трюме, чтобы экипаж казался не таким многочисленным. Предосторожность, впрочем, совершенно бесполезная, так как на трех мочтовиках с латинским оснащением экипаж всегда больше, чем на других кораблях. Наблюдая за венецианским кораблем, Летерео установил, что его экипаж состоит из капитана Боцмана, шести матросов и одного юнги. Кроме того, он заметил, что Марсель у него совсем изорванный и спущен для починки, так как торговые корабли не имеют парусов для смены. Произведя эти наблюдения, он сложил в шлюпку восемь ружей и столько же сабель, прикрыл все это просмоленной холстиной и стал ждать подходящие минуты. Когда распогодилось, матросы вскарабкались на Марс Рейю, чтобы поднять Марсель, но взялись за дело так неловко, что пришлось подняться и Боцману, а затем и капитану. Тогда Летерео приказал спустить шлюпку на море, потихоньку сел в нее с семерыми матросами и напал на венецианский корабль с тыла. Увидев это, капитан стоя на Рей закричал «Убирайся, разбойник, убирайся!» Но Летерео взял его на мушку, грозя убить каждого, кто попробует спуститься на палубу. Капитан, видимо, человек отважный, пренебрегая угрозой, бросился вниз между снастями. Летерео убил его в лед. Капитан упал в море и только его и видели. Матросы сдались. Летерео поставил четырех своих стеречь, а сам с троими спустился внутрь корабля. В каюте капитана он нашел бочонок, в каких держат оливки. Но бочонок был тяжеловат и тщательно обид обручами, и он подумал, что там может быть что-то поинтереснее. Он разбил бочонок и с приятным удивлением увидел вместо оливок несколько мешочков с золотом. Удовлетворившись этим, он протрубил отбой. Отряд вернулся на борт. Мы подняли паруса и, проходя мимо венецианского судна, крикнули ему в насмешку «Слава святому Марку!» Через пять дней мы пришли в Ливорно. Литерео с двумя матросами сейчас же отправился к неаполитанскому консулу и сообщил о том, что между его матросами и экипажем венецианской палакры произошла ссора и что капитан последний упал в море, так как его случайно толкнул один из матросов. Определенная часть того, что содержал в себе бочонок для оливок, придала этому сообщению отпечаток неопровержимой истины. Литерео, обладавший неодолимой склонностью к морскому разбою, без всякого сомнения, продолжал бы заниматься этим ремеслом, если бы в Ливорно перед ним не открылись иные возможности, которым он отдал предпочтение. Один еврей, по прозванию Натан Леви, учтя, что папа и неаполитанский король получают огромную прибыль чеканем медную монету, решил тоже заняться этим выгодным промыслом. С этой целью он заказал большое количество этих монет в одном английском городе под названием Бирмингом. Когда заказ был выполнен, еврей поселил своего фактора в Флойоле, рыбацкой деревушке, лежащей на границе, а Литерео взял на себя доставку и размещение товара. Торговля эта приносила нам великий доход, и целый год наш корабль, груженный римской и неаполитанской монетой, курсировал по одному и тому же маршруту. Может быть, мы продолжали бы и дальше эти рейсы, но Литерео, отличавшийся торговой предприимчивостью, уговорил еврея перейти с медной монеты на золотую и серебряную. Еврей послушался его совета и основал в самом Ливорно небольшое предприятие по чеканке цехинов из Кудо. Наши доходы пробудили зависть властей. Однажды, когда Литерео находился в Ливорно и должен был вот-вот отправиться в очередной рейс, его известили, что капитан Пеппо получил от неаполитанского короля приказ схватить его, но выйти в море Пеппо может только к концу месяца. Это была коварная выдумка Пеппо, уже четыре дня окружившего возле берега. Литерео попался на удочку. Ветер был попутный, он решил, что успеет совершить свой рейс, поднял парус, а утром на рассвете мы увидели, что находимся посреди эскадры Пеппо, состоящей из двух галлиотов и стольких же скампавий. Окруженные со всех сторон мы не имели никакой возможности бежать. Глаза Пеппо шли Терео метали молнии. Он поднял все паруса и приказал держать прямо на главный галлиот. Пеппо стоял на мостике и отдавал приказания, стремясь взять наш корабль на абордаж. Литерео схватил ружье, прицелился в него и раздробил ему плечо. Все это было делом нескольких секунд. Вслед за тем все четыре судна двинулись на нас и мы услышали со всех сторон «Сдавайся, разбойник! Сдавайся, неверный пес!» Литерео повернул корабль в наветренную сторону так, что он одним бортом лег на воду, потом, обращаясь к экипажу, крикнул «Окаянные висельники!» «Я не пойду на каторгу!» «Молитесь за меня при святой Мадонне де литера!» Услышав это, все мы упали на колени. Литерео положил себе в карманы два пушечных ядра. Мы подумали, что он хочет броситься в море, но у коварного разбойника было другое намерение. На подветренной стороне судна стояла большая бочка, полная медью. Литерео схватил топор и перерубил удерживавшие ее веревки. Бочка сейчас же покатилась к противоположному борту, и так как судно имело уже сильный крен, оно тотчас совсем перевернулось. Все мы, стоящие на коленях, упали на паруса, которые в то мгновение, когда корабль пошел ко дну, отбросили нас благодаря своей упругости на несколько локтей. Пеппо выловил всех из воды, кроме капитана, одного матроса и юнги. Нас вытаскивали, связывали и бросали в трюм. Через четверо суток мы высадились в Мессине. Пеппо сообщил судебным властям, что хочет передать им несколько молодцов, заслуживающих внимания. Высадка наша не лишена была торжественности. Она происходила как раз во время Корсо, в те часы, когда весь большой свет совершает прогулки по набережной. Мы выступали важным шагом, сопровождаемый спереди и сзади сбирами. Среди зрителей оказался Принчипин. Он сразу узнал меня, как только увидел и крикнул «Это ты, маленький разбойник из монастыря августинцев?» Он тут же подскочил ко мне, вцепился мне в волосы и расцарапал лицо. Руки у меня были связаны, я почти не мог защищаться, но, вспомнив прием, применяемый английскими матросами в Ливорно, я высвободил голову и изо всей силы ударил его головой в живот, негодяй упал навзничь. Но тут же вскочил в бешенстве, выхватил из кармана ножик и хотел меня пырнуть. Чтобы помешать этому, я подставил ему ногу. Он грохнулся на землю и к тому же ранил себя своим собственным ножом. В эту минуту появилась герцогиня и приказала лакеям повторить со мной сцену в монастыре. Но сбиры этому воспрепятствовали и увели суд над нашей командой был недолг. Всех приговорили к розгам и пожизненной каторге. Что же касается спасенного юнги и меня, то нас отпустили как несовершеннолетних. Выйдя из тюрьмы, я сейчас же побежал в монастырь августинцев. Отца я не застал в живых. Послушник вратарь сказал мне, что он умер, а братья мои поступили юнгами на какой-то испанский корабль. Я попросил разрешения переговорить с отцом приором и меня провели к нему. Я рассказал ему обо всех своих приключениях, не умолчав ни о подножке, ни об ударе, нанесенном принчепино головой в живот. Его преподобие выслушал меня с великой добротой, потом сказал дитя мое, твой отец, умирая, оставил монастырю значительную сумму денег. Это богатство было нажито неправедным путем, и вы не имели на него никакого права. Теперь оно в руках Господа и должно быть употреблено на содержание его слуг. Однако мы осмелились взять из него несколько скудо для испанского капитана, принявшего на себя заботу о судьбе твоих братьев. Что касается тебя, мы не можем дать тебе прибежище у нас в монастыре из-за герцогини Де Рокко Феррита, знатной нашей благодетельницы, ты отправишься, дитя мое, в принадлежащую нам деревеньку у подножья Этны, и славно проведешь там свои детские годы. После этого приор позвал брата Ле и дал ему соответствующее указание относительно дальнейшей моей судьбы. На другой день я тронулся с братом Ле в путь. Приехали в деревушку, там меня устроили на жительство, и с тех пор единственной моей обязанностью стало носить посылки в город. Во время этих маленьких путешествий я старался по возможности не встречаться с Принчипино, но как-то раз он увидел меня на улице, когда я покупал каштаны, узнал и велел лакеем немилосердно избить меня. Через некоторое время я опять влез, переодетый к нему в комнату, и, конечно, вполне мог бы его убить, до сих пор жалею, что не сделал этого, но в то время я еще недостаточно освоился с такого рода обхождением, и поэтому ограничился тем, что хорошенько отклистал его. Несчастная звезда моя, как вы видите, делала то, что в ранней моей юности не проходило полугода, чтобы я не встретился с проклятым Принчипино, причем сила обычно была на его стороне. В пятнадцать лет я хоть возрастом и разумом оставался еще ребенком, однако по силе и отваге был уже взрослый мужчина, но это не должно удивлять вас, если вы учтете, что морской, а потом горный воздух очень содействовал моему телесному развитию. Мне было пятнадцать лет, когда я впервые увидел знаменитого своим образом мыслей и отвагой Тесталунгу, самого порядочного и благородного из разбойников, какие когда-либо жили на Сицилии. «Завтра, если вам угодно, я расскажу об этом человеке, память о котором вечно останется в моем сердце, а сейчас я должен вас покинуть. Моя обязанность наблюдать за тщательным порядком в пещере». Зота ушел, и каждый из нас на свой лад стал судить о том, что услышал. Признаюсь, я не мог отказать в известного рода уважении таким отважным людям, какими были те, которых изобразил Зота в своем повествовании. Эмина утверждала, что отвага заслуживает нашего уважения лишь в том случае, если применяется для защиты правого дела. Зибельда со своей стороны заметила, что в юного шестнадцатилетнего разбойника можно было влюбиться. После ужина каждый пошел к себе, но вскоре обе сестры вдруг снова вернулись ко мне. Они сели, и Эмина промолвила, милый Альфонс, не можешь ли ты принести ради нас одну жертву, и даже не столько ради нас, сколько ради себя. К чему все эти предисловия, моя прекрасная родственница, ответил я, скажи мне просто, что я должен сделать. Дорогой Альфонс, прервала Эмина, этот талисман, который ты носишь на шее и называешь частицей животворящего креста, смущает нас и повергает в невольную дрожь. О, что касается этого талисмана, поспешил возразить я, не просите его у меня, я обещал матери никогда не снимать его, и, по-моему, не тебе сомневаться в том, умею ли я держать свое слово. В ответ мои родственницы слегка насупились и замолчали, но вскоре смягчились, и ночь прошла так же, как и предыдущая. Этим я хочу сказать, что пояса моих родственниц остались нетронутыми. День седьмой. На другое утро я проснулся раньше, чем накануне, и пошел проведать моих родственниц. Эмина читала Коран, Азибельда примеряла жемчуг и шали. Я прервал эти важные занятия нежными ласками, выражавшими в равной мере и любовь и дружбу. Потом мы обедали, а после обеда Зото в таких словах продолжал рассказ о своих приключениях. Продолжение истории Зото. Я обещал рассказать вам о Тестелунге, и теперь исполняю свое обещание. Мой друг был мирным жителем Валькастеры, маленького городка у подножия Этны. У него была красавица-жена, молодой герцог Валькастера, осматривая однажды свое владение, увидел эту женщину, пришедшую вместе с женами самых почтенных горожан приветствовать его. Надменный юноша, вместо того, чтобы принять благодарностью дань уважения, которую его подданные пришли воздать ему устами красоты, посвятил все свое внимание прелестям сеньоры Тесталунга. Без дальних околичностей он объяснил ей, какое впечатление произвела она на его чувства и сунул ей руку за корсаж. В то же мгновение муж, стоявший за спиной жены, вынул нож из кармана и погрузил его в сердце молодого герцога. Мне кажется, на его месте каждый порядочный человек поступил бы так же. Совершив это, Тесталунга укрылся в церкви и сидел там до наступления ночи. Полагая, однако, что ему надлежит найти более надежное убежище, он решил пристать к нескольким разбойникам, уже скрывавшимся в это время на вершинах Этны. Он ушел к нему, и они объявили его своим атаманом. Этна в то время извергала невероятное количество лавы. Среди огненных ее потоков Тесталунга укрыл свою банду в потайных местах одному ему известных. Достаточно обезопасив себя таким образом со всех сторон, этот храбрый атаман обратился к вице-королю с просьбой о помиловании для себя и своих товарищей. Власть отказала, по-моему, из боязни уронить свой авторитет. Тогда Тесталунга вступил в переговоры с главными арендаторами окружающих поместьй. Будем грабить сообща, сказал он им. «Когда я буду приходить к вам, давайте мне что сами захотите, и за это можете перед хозяевами валить все свои грабежи на меня». Конечно, это тоже был грабеж, но Тесталунга добросовестно делил все между товарищами, оставляя себе лишь столько, сколько ему было необходимо для жизни. Мало того, проходя через какую-нибудь деревушку, он приказывал платить за все вдвое, так что очень скоро стал кумиром обеих Сицилий. Я уже говорил вам, что некоторые разбойники из шайки моего отца присоединились к Тесталунге, несколько лет остававшемуся на южном склоне Этны, откуда он производил набеги на Вальди Ното и Вальди Мазара. Но в то время, о котором я говорил, то есть, когда мне исполнилось 15 лет, шайка вернулась в Вальдемонь, и однажды мы были свидетелями ее появления в деревушке августинцев. Вы даже отдаленно не можете себе представить весь блеск и великолепие этого зрелища. Товарищи Тесталунге были в мундирах, кони их покрыты шелковыми сетками, пояса ощетиненные пистолетами и стилетами, на боку длинные сабли, за спиной огромные ружья, вот как была вооружена эта разбойничья шайка. В три дня разбойники съели наших кур и выпили наше вино, а на четвертой им донесли, что из Сиракуз выступил отряд драгун, чтобы окружить их. Это известие привело их в самое веселое настроение, они устроили засаду на перекрестке дорог, ударили на отряд и разбили его на голову. Силы неприятеля превосходили их силы в десять раз, но у каждого разбойника было больше десяти пуль, из которых ни одна не ударила мимо цели. одержав победу, шайка вернулась в деревушку и я, наблюдавший издали весь бой, был в таком восхищении, что упал в ноги атамана, умоляя его принять меня в число своих. Тесталунг спросил, кто я такой, сын разбойника зота, ответил я. Услыхав это почетное имя, все, кто служил под началом моего отца, издали крик радости. Потом один из них схватил меня в свои объятия, поставил на стол и промолвил, друзья, в последней схватке мы потеряли лейтенанта и не знаем, кто его заменит. Пускай нашим лейтенантом будет молодой зота. Сыновьям герцогов и графов часто доверяют командование полком. Отчего же нам не поступить так же с сыном храброго зота? Ручаюсь, что она кажется достойным такой чести. Слова оратора были покрыты громкими рукоплесканиями и меня единодушно избрали лейтенантом. Сначала это мое звание оказалось им шуточным и ни один разбойник не мог удержаться от смеха, называя меня господин лейтенант, но вскоре им пришлось переменить свое мнение. Я не только был всегда первым в нападении и последнем в отступлении, но никто из них не умел лучше меня проникнуть в замыслы противника или обеспечить шайке безопасность. То я влезал на вершину скал, чтобы охватить взглядом всю местность и дать условный знак. Кто проводил целые дни среди врагов, перепрыгивая с дерева на дерево. Часто случалось мне даже просиживать целую ночь напролет на самых высоких каштанах Этны, привязав себя поясом к суку на случай, если одолеет дремота. Все это было под силу для того, кто хорошо изучил ремесло трубочистой юнги. Так мало по-малу я снискал всеобщее уважение и мне доверили охрану всей шайки. Тесталунго полюбил меня как родного сына и, смею сказать, я приобрел славу, чуть не превышающую его известность. Вскоре по всей Сицилии ни о чем другом не говорили, как только о блестящих подвигах молодого зота. Слава не сделала меня равнодушным к забавам, свойственным моему возрасту. Я уже говорил вам, что у нас разбойники народные герои и вы легко поймете, что самые хорошенькие пастушки этны не колеблются, отдали бы мне свое сердце, но мне было суждено оказаться под властью более изысканных чар, и любовь приготовила для меня более лесную добычу. Мне уже исполнилось семнадцать лет, и я был два года лейтенантом, когда новое извержение вулкана уничтожило все наши прежние укрытия и вынудило нашу шайку искать приюта где-нибудь южнее. После четырехдневного похода мы пришли к замку под названием Роккофюрита, место пребывания и главному владению моего врага Принчипино. Я давно уже забыл об испытанных от него обидах, но название замка снова разбудило во мне жажду мести. Это нисколько не должно вас удивлять, в наших краях сердца неумолимы. Если бы Принчипино был тогда в своем замке, я, наверное, предал бы это проклятое гнездо огню и мечу. На этот раз, однако, я ограничился тем, что причинил, возможно, больший ущерб, в чем товарищи мои, для которых не были тайны и мои побуждения, усердно мне помогали. Замковая прислуга, сперва пытавшаяся было оказать нам сопротивление, покорилась обильным потоком господского вина, добытого нами из погреба, и не замедлило перейти на нашу сторону. Одним словом, мы превратили замок Рока-Фюрита в настоящий остров изобилия. Гульба длилась пять дней. На шестой лазутчики предупредили меня, что против нас послан из Сирогоз целый полк, и что вскоре из Мессины должен приехать Принчипино с матерью и многочисленным женским обществом. Я вывел шайку, но сам решил непременно остаться и забрался на вершину развесистого дуба в конце сада. А для того, чтобы было легче скрыться в случае надобности, пробил отверстие в садовой ограде. Наконец, я увидел приближающийся полк, который остановился у ворот замка, расставив вокруг караулы. Вслед за этим прибыл целый ряд носилок, в которых сидели дамы, а в последних носилках расположился сам Принчипино на груди подушек. Он с трудом вышел, поддерживаемый двумя конюшами, выслал вперед отряд солдат и только после того, как ему доложили, что никого в замке больше нет, вошел туда с женщинами и несколькими дворянами, принадлежавшими к его свете. Под моим дубом бил родник холодной воды и тут же рядом стоял мраморный стол, окруженный скамьями. Это была самая красивая часть сада. Я был уверен, что скоро сюда придет вся компания и решил не слезать, чтобы хорошенько ее рассмотреть. В самом деле, через полчаса я увидел, что сюда подходит молодая особа моих лет. Она была прекраснее ангела. При виде ее меня внезапно охватило такое сильное волнение, что я, может быть, упал бы с дуба, если бы с обычной осторожностью крепко не привязал себя поясом к суку. Молодая девушка шла, опустил глаза и лицо ее выражало глубокую печаль. Она спела на скамейку, облокотилась на мраморный стол и горько заплакала. Не зная сам, что делаю, я слез с дерева и встал так, что мог ее видеть, оставаясь незамеченным. Тут появился принчепино с цветами в руке. За три года, что я не встречал его, он сильно вырос, лицо у него похорошело, но было невыразительно. Молодая девушка окинула его презрительным взглядом, за который я был ей очень благодарен. Несмотря на это, принчепино, полное самодовольство, подошел к ней с веселым видом и промолвил. Дорогая невеста, вот тебе цветы, только обещай мне не вспоминать об этом негодном бездельнике. Светлана слезами. Тогда принчепино в ярости воскликнул, негодница, ты любишь разбойника? Так получай по заслугам, и он дал ей пощечину. Зото, Зото, крикнула бедная девушка, зачем тебя здесь нет, чтобы наказать этого негодяя? Она еще не успела договорить, как я вдруг вышел из своего укрытия и сказал герцогу, ты узнаешь меня? Я разбойник, и мог бы тебя убить, но слишком уважаю сеньорину, призвавшую меня на помощь. Поэтому я согласен драться с тобой, как принято у вас, дворян. При мне было два кинжала и четыре пистолета. Я разделил оружие на две равные части, положил одну часть в десяти шагах от другой и предоставил ему выбор. Но жалкий принчепино упал без чувств на скамью. Между тем Сильвия обратилась ко мне с такими словами. Я благородного происхождения, но бедная и завтра должна либо выйти за герцога, либо уйти на всю жизнь в монастырь. Но я отвергаю то и другое и выбираю тебя, и она упала в мои объятия. Вы понимаете, что я не заставил себя долго просить? Однако надо было принять меры, чтобы герцог не помешал нам бежать. Я взял стилет и за отсутствие молотка камнем прибил его руку к скамье, на которой он лежал, он вскрикнул от боли и снова лишился чувств. Мы пролезли сквозь отверстия в садовой ограде и бежали в горы. У всех моих товарищей были любовницы, так что они радостно приветствовали мою, а девушки их присягнули Сильвии в верности. В конце четвертого месяца моей совместной жизни с Сильвией я был вынужден разлучиться с ней, чтобы посмотреть, какие изменения произошли на северном склоне после недавнего извержения вулкана. Во время этого путешествия я открыл в природе такие красоты, на которые прежде не обращал внимания. На каждом шагу попадались прелестные луговины, пещеры, рощи, в местах, раньше казавшихся мне пригодными только для обороны Лизосан. Сильвия смягчила на время мое разбойничье сердце, но скоро ему предстояло обрести прежнюю суровость. Возвращаюсь к своему путешествию по северному склону горы. Употребляю это выражение потому, что сицилийцы, говоря об Этне, всегда называют ее Илмонте, то есть просто гора. Сперва я направился к так называемой башне философа, но не мог туда добраться. Из пропасти, раскрывшейся на склоне вулкана, ворвался поток лавы. Несколько выше башни он разделялся, охватывая ее как бы двумя рукавами, соединявшимися одной милей дальше и образуя таким образом своего рода неприступный остров. Я сразу оценил всю выгоду такого положения. К тому же на самой башне у нас был порядочный запас каштанов, который мне хотелось непременно сохранить. После тщательных поисков я нашел подземный переход, которым прежде часто пользовался и который привел меня прямо в башню. я сразу решил поместить на этом острове наших женщин. Велел построить шалаши из ветвей, и один из них особенно тщательно украсил. Потом вернулся на юг и перевел обрадованных женщин в это новое укрытие. Теперь, перенося с памятью в то счастливое время, которое я провел на этом острове, я вижу, до какой степени оно было не похоже на ужасные тревоги, обуревавшие меня всю жизнь. Огненные потоки отделяли нас от остальных людей. Огонь любви владел всеми нашими помыслами. Все подчинялись моим приказаниям, все повиновались малейшим желаниям моей возлюбленной Сильвии. Наконец, в довершение моего счастья, оба мои брата приехали ко мне. Оба они испытали много необычайных превратностей судьбы, и могу вас уверить, что если вы пожелаете когда-нибудь послушать их рассказы, мне она больше, чем моей. Мало кому ни разу в жизни не довелось пережить хоть несколько счастливых дней, но не знаю, найдется ли такой человек, который может измерить свое счастье годами. Мое, во всяком случае, не длилось и года. Участники шайки вели себя порядочно относительно друг друга, ни один из них не посмел бы заглядеться на любовницу товарища, а тем более на мою, поэтому ревность была неведома, или вернее, на какое-то время изгнана из нашего острова, но безумное чувство это слишком легко находит дорогу туда, где поселилась любовь. Молодой разбойник по имени Антонино без памяти влюбился в Сильвию и не в силах был даже скрывать свою страсть. Я сам это заметил, но в виде его печальным и удрученным полагал, что возлюбленная моя не отвечает ему взаимностью и был спокоен. Мне хотелось бы только излечить Антонино, которого я любил за его отвагу. Был у нас в шайке еще разбойник по имени Моро, которого я наоборот за низкий образ мысли от всей души ненавидел, и если бы Тесталунго мне поверил, он уже давно бы его выгнал. Моро сумел вкрасться в доверие к Антонино и обещал помочь его любовным стремлением. Снискал он и доверие Сильвии и убедил мою возлюбленную, будто у меня есть любовница в соседней деревне. Сильвия побоялась высказать мне возникшие у нее подозрения, но обращение ее со мной становилось все более принужденным, и я стал думать, что огонь прежней любви остывает в ней. Со своей стороны Антонино, обо всем осведомленный благодаря Моро, удвоил свои старания, и радостный вид его заставил меня думать, что он счастлив. Я плохо владел искусством распутывания такого рода интриг. Я убил Сильвию и Антонино. Последний, умирая, открыл мне коварство Моро. С окровавленным стилетом я побежал к предателю. Моро испугался, упал на колени, пролепетал, заикаясь от страха, что герцог Рока Феррита заплатил ему, чтобы он уж жил со света меня и Сильвию, и что он Моро единственно с этой целью вступил в нашу шайку. Я погрузил стилет ему в грудь. Потом отправился в Мясину, пробрался переодетый во дворец герцога и отправил его на тот свет вслед за его наперстником и обеими жертвами его мести. Скончилось мое счастье, а заодно и моя слава. Отвага моя превратилась вся без остатков в полное равнодушие к жизни, а так как я стал проявлять такое же равнодушие к безопасности товарищей, то вскоре лишился их доверия. В общем, могу вам сказать, что с тех пор стал самым заурядным разбойником. Вскоре от воспаления легких умер Тесталунга, и шайка его рассеялась. Братья мои, хорошо зная Испанию, уговорили меня переехать туда. Во главе двенадцати человек я вышел к Таларминскому заливу и скрывался здесь три дня. На четвертый день мы завладели двухмачтовым судном и приплыли на нем к берегам Андалузии. Хотя в Испании нет недостатка в горах, где мы могли бы найти безопасное убежище, я остановил свой выбор на хребте Сьерра-Морены и не пожалел об этом. Я захватил два каравана с пиастрами и совершил потом еще несколько столь же выгодных налетов. Слух о наших успехах дошел до Мадрида. Губернатор Кадиса получил приказ доставить нас живыми или мертвыми и выслал против нас несколько полков. С другой стороны, великий шейх Гомелесов предложил мне поступить к нему на службу и предоставил мне в качестве убежища вот эту пещеру. Я, недолго думая, принял его предложение. Суд в Гранаде, не желая обнаруживать свое бессилие и в то же время будучи не в состоянии нас найти, приказал схватить двух пастухов из долины и повесить их под видом братьев Зото. Я знал этих двоих и мне известно, что они совершили несколько убийств, но говорят, что повешение взамен нас рассердило их и они по ночам срываются с петли и творят всякие пакости. Своими глазами я этого не видел, так что ничего не могу сказать, но не раз, проходя ночью мимо виселицы, особенно при лунном свете, я хорошо видел, что там нет ни одного повешенного, а к утру они опять были на месте. Вот история моей жизни, с которой вы желали познакомиться. Думаю, что братья моя жизнь, которых шла спокойней, могли бы рассказать вам более интересные события, но на это у них не будет времени, так как корабль уже готов, и я получил строгий приказ завтра выйти в море. Когда Зота ушел, прекрасная Эмина печально промолвила, он прав, счастье недолговечно, мы провели здесь три дня, которые, быть может, в нашей жизни никогда больше не повторяться. Ужин был невеселый, и я поспешил пожелать сестрам доброй ночи. Я надеялся, что увижу их в моей комнате, и тогда мне легче будет развеять их грусть. В самом деле они пришли даже раньше, чем обычно, и в довершение моего счастья я заметил, что они держат свои пояса в руках. Символическое значение этого поступка нетрудно было понять, однако Эмина, не рассчитывая на мою сообразительность, сказала, дорогой Альфонс, твое самопожертвование ради нас было безграничное, и мы хотим, чтобы точно такой же была и наша благодарность. Быть может, мы никогда уже не встретимся. Для других женщин это было бы поводом к сдерживности, но мы хотим вечно жить в твоей памяти. И если женщины, которых ты встретишь в Мадриде, превосходят нас своими манерами и обхождением, то ни одна из них не окажется более нежной и пылкой, чем мы. Но, дорогой Альфонс, ты должен еще раз поклясться в том, что сохранишь тайну, и что не поверишь, если услышишь о нас что-нибудь плохое. Я невольно улыбнулся, услышав последнее условие, но согласился на все и получил награду в виде самых нежных ласк. После небольшого молчания Эмина промолвила, дорогой Альфонс, нас смущает эта реликвия, которую ты носишь на шее. Не можешь ли ты снять ее на некоторое время? Я отказался, но Зибель обняла меня за шею и перерезала ленту ножницами, которые были у нее в руке. А Эмина тотчас схватила реликвию и бросила ее в расщелину скалы. Завтра ты снова ее наденешь, сказала она, а пока повесь себе на шею вот этот шнур из наших волос с привязанным к нему талисманом, который оградит тебя, может быть, от непостоянства, если что-нибудь на свете способно оградить влюбленных от этого. Потом Эмина вынула из своей прически золотую шпильку и тщательно заколола ею занависть и ложа. Я следую ее примеру и опускаю занавеску на продолжение всей этой сцены. Достаточно сказать, что приятельницы мои стали моими женами. Бывают, конечно, такие положения, когда насилие, сопряженное с кровопролитием, представляет собой злодейство, но бывают и такие положения, когда жестокость содействует самой невинности, позволяя ей проявиться во всем блеске. Именно так было и с нами, из чего я заключил, что родственницы мои не были участницами моих снов в Вентокимаде. Чувства наши утихомирились, мы были уже совершенно спокойны, когда вдруг послышался печальный звон колокола. Часы пробили полвыше. Этот звук вызвал во мне невольную тревогу, и я высказал моим родственницам опасения, не произошла ли какая-нибудь беда. Мне тоже страшно, ответила Эмина. Опасность близка, но послушай, что я тебе скажу. Не верь ничему, что о нас не сказали бы, не доверяй даже собственным глазам своим. В это мгновение кто-то грубо разорвал занавес ложа, и я увидел человека величественной наружности в мавританских одеждах. В одной руке он держал Коран, а в другой обнаженную саблю. Родственницы мои припали к его ногам со словами «Могущественный шею гомелесов, прости нас». «Где пояса?» Потом, обращаясь ко мне, он промолвил «Презренный Назарей, ты осквернил кровь гомелесов, ты должен либо перейти в веру пророка, либо умереть». В это мгновение я услышал страшный вой и увидел одержимого Пачеко, подававшего мне какие-то знаки из глубины комнаты. Сестры тоже увидели его, сердито кинулись к нему и вытолкали его из комнаты. «Презренный Назарей», повторил шею гомелесов, «Выпей одним духом напиток, содержащийся в этом кубке, или ты погибнешь позорной смертью и труп твой, повешенный между телами братьев Зото, станет пищей ястребов и игралищем духов тьмы, которые будут пользоваться им для своих адских козней». Я нашел, что в подобных обстоятельствах честь повелевает мне покончить с собой и только воскликнул с болью, «Ах, отец мой, на моем месте ты поступил бы так же». После этого я взял кубок и осушил его до дна, почувствовал невыносимую тяжесть и потерял сознание. День восьмой. Так как я имею честь рассказывать вам о своих приключениях, вы, конечно, догадываетесь, что я не помер от питья, которое считал ядом. Я только лишился чувств и не знаю, как долго пробыл в таком состоянии, но помню, что опять проснулся под виселицей Лос-Эр-Манос. На этот раз, однако, не без чувства удовлетворения, что еще жив. Кроме того, я находился уже не между висельниками, а лежал слева от них, справа же от себя, увидел какого-то человека, которого принял тоже за висельника, так как он производил впечатление мертвого, и на шее у него была петля, однако вскоре я убедился, что он только спит и разбудил его. Увидев место своего ночлега, незнакомец засмеялся и промолвил. Нужно признать, что в каббалистической практике бывают порой досадные недоразумения. Злые духи умеют принимать столько обличий, что невозможно узнать, с кем имеешь дело, однако, продолжал он, откуда у меня взялась эта веревка на шее вместо плетенки из волос, которую я носил еще вчера. Потом, увидев меня, промолвил, и сеньор здесь. Сеньор слишком молод для каббалиста, но я вижу, у тебя тоже веревка на шее. В самом деле, оказалось, что он прав. Тут я вспомнил, что вчера Эмина надела мне на шею плетенку из своих и зебельдиных волос. И сам не знал, как понимать это превращение. Каббалист поглядел на меня проницательным взглядом и сказал, нет, ты не из наших. Тебя зовут Альфонс, твоя мать родом из Гумилесов, ты капитан Волонской гвардии, у тебя много храбрости да маложизненного опыта, но это не важно. Надо прежде всего отсюда выбраться, а там посмотрим, что делать. Ворота ограды были открыты, мы вышли и я снова увидел перед собой долину Лос-Сармана. Каббалист спросил меня, куда я направляюсь. Я ответил, что намерен податься в сторону Мадрида. Отлично, ответил он, я тоже в ту сторону, но сперва немного подкрепимся. Тут он вынул из кармана позолоченный кубок, маленький сосуд с какой-то разновидностью опиата, и хрустальную склянку с желтоватой жидкостью. Бросив в кубок ложечку опиата, он влил туда несколько капель жидкости и велел мне сразу все выпить. Я не заставил его повторять, так как помирал с голоду. В самом деле напиток оказал чудотворное действие. Я почувствовал такой прилив сил, что смело мог пуститься дальше, тогда как только что это было бы попросту невозможно. Солнце поднялось уже довольно высоко, когда мы увидели злосчастный трактир Вента Кемада. Каббалист остановился и промолвил. Вот место, где нынче ночью со мной сыграли скверную шутку. Но придется все-таки войти внутрь, потому что я оставил здесь кое-какую снить, которой мы можем подкрепиться. Мы вошли в проклятую Венту и увидели на столе в столовой паштет из куропаток и две бутылки вина. У каббалиста оказался прекрасный аппетит. Его пример придал мне смелости, иначе сомневаюсь, чтобы я рискнул взять что-нибудь в рот. Все виденное за эти несколько дней до того сбило меня с толку, что я сам не знал, что делаю, и если бы кому-нибудь вздумалось уверять меня, что я вовсе не существую, он достиг бы цели. Пообедав, мы обошли все комнаты и попали в ту, где я ночевал впервые после выезда из Андухара. Я узнал свою жалкую постель, и, сев на нее, стал раздумывать о том, что со мной было, в особенности над происшествием в пещере. Вспомнил о том, что Эмина просила меня не верить, если я услышу о ней что-нибудь плохое. Я глубоко ушел в эти размышления, как вдруг каббалист обратил внимание на что-то блестящее, застрявшее в щели пола. Взглянув поближе, я убедился, что это реликвия, которую сестры отняли у меня в пещере. Я увидел, как они кинули ее в расщелину скалы, а теперь вот она в щели пола. Я действительно начал сомневаться, что выходил куда-нибудь из этого проклятого трактира, и что отшельник, инквизиторы, братья Зото, призраки, порожденные моим больным воображением. В то же время я при помощи шпаги достал реликвию и опять повесил ее себе на шею. Каббалист засмеялся и сказал, ведь это твоя собственность, сеньор кавалер, после такой ночи, как та, что же удивительного, что ты проснулся под виселицей, но это не важно. Пойдем отсюда, нам нынче же вечером надо быть в обители отшельника. Оставив трактир, мы не прошли еще полдороги, как встретили отшельника, с трудом шагавшего, опираясь на посох. Завидев нас, он воскликнул, ах, молодой мой друг, я как раз ищу тебя, вернись ко мне в обитель, вырви свою душу из когтей сатаны, а сейчас дай мне опереться на твою руку, в поисках тебя я выбился из сил. После короткого отдыха мы двинулись дальше. Старик шел, опираясь то на одного, то на другого из нас. Наконец, мы подошли к обители. Выйдя, я увидел Пачеко, распростертого посреди комнаты. Мне показалось, что он умирает. По крайней мере, из груди его вырывался страшный хрип, который служил признаком приближающейся смерти. Я попробовал заговорить с ним, но он меня не узнал. Тогда отшельник зачерпнул святой воды и окропил одержимого со словами «Пачеко, Пачеко, именем твоего искупителя повелеваю тебе рассказать, что с тобой было этой ночью». Пачеко задрожал, издал страшный рев и начал так. Рассказ Пачеко. Отец мой, ты был как раз в часовне и молился, когда я услышал стук в двери блея небу, будто блеет наша белая коза. Я уже подумал, не забыл ли я ее подоить, и вот добросовестное животное пришло напомнить мне о моей обязанности. Это было тем более убедительно, что несколько дней тому назад со мной действительно произошел такой случай. Я вышел наружу и в самом деле увидал нашу белую козу, которая стояла ко мне задом, показывая свое вздушиеся вымя. Я хотел попридержать ее, чтобы оказать ей желанную услугу, но она вырвалась у меня из рук, и все время, то останавливаясь, то опять убегая, привела меня на край пропасти, развершився возле скита. Тут белая коза вдруг превратилась в черного козла. Испуганный этим превращением, я хотел бежать к нашему дому, но черный козел преградил мне дорогу и, поднявшись на дыбы, поглядел на меня огненными глазами. Кровь застыла у меня в жилах, а черный козел стал бодать меня рогами и толкать к пропасти. Когда я был уже на самом краю, он на минуту остановился, словно желая насладиться зрелищем моих мучений. Наконец, он столкнул меня в пропасть. Я думал, что разобьюсь в дребезги, но козел оказался на дне пропасти раньше меня и принял меня к себе на спину так, что я нисколько не пострадал. Но меня тут же снова охватил страх, потому что проклятый козел как только почувствовал, что я у него на спине начал дико скакать. Одним прыжком он перепрыгивал с горы на гору, перемахивая через глубочайшие пропасти, будто через обыкновенные рвы. Наконец, он отряхнулся, и я сам не знаю, как очутился в пещере, где увидел молодого путника за несколько дней перед тем ночевавшего в нашей обители. Юноша сидел на постели, а рядом с ним были две прелестные девушки в мавританских уборах. Осыпая его ласками, девушки сняли у него шею реликвию, и в то же мгновение утратили у меня на глазах всю свою красоту. Я узнал в них двух висельников из долины Лос-Эрманос. Однако молодой путник принимал их по-прежнему за красавец, обращаясь к ним самыми нежными речами. Один из висельников сейчас же снял со своей шеи петлю и затянул его на шее юноши, а тот стал ласками выражать благодарность. Потом они закрыли занавеску, я не знаю, что они дальше делали, но думаю, что совершали какой-нибудь страшный грех. Я хотел закричать, но у меня отнялся голос. Это длилось довольно долго. Наконец, пробило полночи, я увидел входящего сатану с огненными рогами и пламенным хвостом, который несли за ним несколько деволят. Сатана в одной руке держал книгу, а в другой вилы. Он стал угрожать юноше смерти, если тот не перейдет в веру Магомета. Тогда, видя христианскую душу в опасности, я собрал все силы, крикнул, и, кажется, юноша меня услышал. Но в это самое мгновение висельники бросились ко мне и вытащили меня из пещеры на двор, где оказался тот самый козел. Один висельник сел на козла, другой на меня, и они снова заставили нас обоих скакать через горы и пропасти. Тот, что сидел у меня на плечах, сжимал мне бока пятками, но, видимо, решив, что я бегу недостаточно быстро, поднял с дороги двух скорпионов, прикрепил их к себе к ногам вместо шпор и стал с неслыханной жестокостью раздирать мне бока. Наконец, мы прискакали к двери обители, где они меня покинули. В то утро, отец мой, ты нашел меня лежащим без сознания. Очнувшись в твоих объятиях, я понял, что спасся, но яд скорпионов отравил мою кровь. Он жжет мне внутренности, и я чувствую мне не выдержать этих мучений. Тут одержимый страшно зарычал и умолк. Тогда заговорил отшельник, обращаясь ко мне. Сын мой, может быть, ты действительно имел половое сношение с двумя дьяволами? Пойдем исповедайся, покайся в содеянном. Милосердие Божие не знает границ. Не отвечаешь. Неужели ты так закоснел в грехе? Немного помолчав, я ответил, отец мой, этот одержимый сеньор видел совсем другое, чем я. Один из нас был, конечно, околдован, может быть, даже мы оба с ним видели не так, но вот перед тобой благородный каббалис, тоже ночевавший в Вентакемаде, может быть, он согласится рассказать нам о том, что было с ним, и это прольет новый свет на неясные для нас происшествия последних дней. Синьор Альфонс, прервал каббалист, люди, занимающиеся подобно мне тайными науками, не могут говорить всего. Однако постараюсь, насколько возможно, удовлетворить твое любопытство, только прошу не сейчас, поужинаем и ляжем спать, утро вечера мудренее. Отшельник угостил нас скромным ужином, и после этого мы разошлись. Каббалист заявил, что должен провести ночь возле одержимого, а я пошел в часовню и лег там на той же самой постели, на которой уже провел одну ночь. Отшельник пожелал мне спокойной ночи и предупредил, что уходя, на всякий случай запрет за собой дверь. Оставшись один, я стал размышлять над рассказом Пачеко. Не могло быть ни малейшего сомнения, что он находился вместе со мной в пещере. Я тоже видел, как мои родственницы кинулись к нему и вытащили его наружу. Но ведь Эмина предупредила меня, чтобы я не верил, если услышу о ней и ее сестре что-нибудь плохое, к тому же бесы, обладевшие Пачеко, могли помутить его чувства и одурманить их всякими наваждениями. Таким способом старался я всячески оправдать и оградить свою любовь к обеим сестрам, как вдруг пробило полночь. Тотчас вслед за этим послышался стук в дверь и как бы блеяние козы. Я взял шпагу, подошел к двери, крикнул громким голосом, если ты дьявол, так постарайся сам отпереть дверь, которую запер отшельник. Коза замолчала. Я снова лег и проспал до утра. День девятый. Отшельник пришел, разбудил меня и, сев на край моей постели, сказал, дитя мое, нынче ночью злые духи опять строили у меня в обители адские козни. Пустынники Фиваиды страдали от преследований сатаны не больше, чем я. Кроме того, я не знаю, что думать о человеке, который пришел с тобой и называет себя каббалистом. Взялся исцелить Пачеко и в самом деле очень ему помог, но не прибегал к экзорцизмам, которые предписаны ритуалом нашей Святой Церкви. Пойдем ко мне в хижину, завтрак уже готов, а потом мы, наверное, услышим историю, обещанную вчера каббалистом. Я встал и пошел за отшельником. Действительно, Пачеко был в гораздо лучшем состоянии и лицо его показалось мне не таким отталкивающим. Он и теперь был кривой, но уже не высовывал так противный язык. Рот перестал пениться, и единственный глаз был не такой дикий и блуждающий. Я поздравил каббалиста, но он ответил, что это лишь слабое доказательство его искусства. Тут отшельник принес завтрак, состоящий из кипяченого молока и каштанов. Во время этой скромной трапезы в комнату вдруг вошел человек худой, бледный, весь облик которого внушал ужас, хотя невозможно было сказать, чем собственно этот ужас вызывается. Незнакомец преклонил передо мной колено и снял шляпу. Голова у него оказалась повязанной. Он протянул ко мне шляпу, словно прося милостыню. Я бросил ему золотой. Причудливый нищий поблагодарил и прибавил в сеньор Альфонс. Твой добрый поступок не останется в туне. Имею в виду, что тебя ждет важное письмо в Пуэрто Лапиче. Прочти его прежде, чем въехать в Кастилью. Сделав мне это предупреждение, незнакомец преклонил колено перед отшельником, который наполнил его шляпу каштанами, а затем перед кабалистом, но тот вдруг вскочил со словами «От тебя мне ничего не надо. Если скажешь кто я, то в свое время горько об этом пожалеешь». После этого он ушел. Когда мы остались одни, кабалист засмеялся и сказал «Чтобы вы знали, как мало я боюсь угроз этого человека, я сразу вам скажу, что это вечный жид, о котором вы, конечно, слышали. Вот уже семнадцать веков, как он ни разу не присел и не прилег, не отдыхал и не заснул, нигде не останавливаясь, он на ходу съест ваши каштаны и завтра утром будет отсюда миль за шестьдесят. Обычно он обегает во всех направлениях необозримой пустыни Африки, питается он дикими плодами и хищные звери проходят мимо него, не причиняя ему вреда благодаря священному знаку ТАВ на лбу. Вот почему, как вы заметили, у него на голове повязка. Он никогда не бывает в наших краях, кроме как по зову какого-нибудь каббалиста. Но могу вас уверить, что я его сюда не вызывал, так как терпеть его не могу. Однако нельзя не признать, что ему бывает известно очень многое. Так что советую сеньор Альфонсо не пренебрегать его словами. Сеньор каббалист ответил я вечный и жид сказал мне, что в Пуэрто-Лапиче есть письмо на мое имя. Я рассчитываю быть там послезавтра и не забуду спросить об этом у хозяина трактира. Нет надобности ждать так долго, возразил каббалист. Слишком мало значил бы я в мире духов, если бы не мог доставить это письмо скорее. Тут он склонил голову к правому плечу и произнес повелительным тоном несколько фраз. Через пять минут на стол упал большой конверт на мое имя. Я распечатал конверт и прочел следующее. Синьор Альфонс, по повелению его королевского величества нашего всемилостивейшего государя Дона Филиппа Пятого, предуведомляю тебя, что тебе надлежит воздержаться от приезда в Кастилью. Этот запрет имеет единственной причиной несчастья, приведшие к тому, что ты навлек на себя гнев святого трибунала, обязанность которого охранять чистоту веры в Испании. Но пуская это обстоятельство ничуть не ослабляет в тебе усердие и желание служить королю. Прилагаю при всем разрешение на трехмесячный отпуск. Проведи это время на границе Кастильи и Андалузии. Однако не оставайся подолгу ни в одной из этих провинций. Приняты необходимые меры, чтобы успокоить твоего почтенного отца, и все это дело представлено ему в самом успокоительном свете. Твой доброжелатель Дон Санчо де Тордепеньес, военный министр. В письму был приложен документ об отпуске на три месяца с соответствующими подписями и печатями. Мы подивились быстроте посланцев каббалиста, а потом попросили его сдержать свое обещание и рассказать о событиях прошлой ночи в Вентакимаде. Он опять предупредил нас, как и накануне, что мы не поймем многого из того, что он нам расскажет, но, помолчав, начал свое повествование. История каббалиста В Испании меня называют доном Педро де Уседа. И под этим именем я являюсь владельцем прекрасного замка на расстоянии одного дня пути отсюда. Настоящее же мое имя Раби Цадок Бен Мамун, так как я еврей. Такое признание в Испании не вполне безопасно, но, помимо того, что я рассчитываю на вашу порядочность, должен заранее сказать, что повредить мне не так-то легко. С первых мгновений моей жизни на жребии моем начало сказываться влияние созвездий. Отец мой, составив мой гороскоп, с великой радостью увидел, что я появился на свет в тот момент, когда Солнце переходило в созвездие Девы. Он действительно приложил все свое искусство для достижения этой цели, но не надеялся на такой превосходный результат. Нет надобности говорить вам, что отец мой Мамун был первым астрологом своего времени, но чтение звезд принадлежит к самым несложным наукам, которые он знал. Особенно глубоко, как ни один раввин до него проник он в тайны каббалистики. Через четыре года после моего появления на свет у отца родилась дочь под знаком близнецов. Несмотря на эту разницу, воспитывали нас одинаково. Мне не было еще двенадцати лет, а сестре восьми, как мы уже говорили по-древнееврейски, по-халдейски, по-сир-халдейски, знали наречия самоветян, коптов, обессинцев и разные другие мертвые или умирающие языки. Кроме того, мы без помощи карандаша могли разложить буквы любого слова по всем способам, предусмотренным правилами каббалистики. Мне как раз исполнилось двенадцать лет, когда волосы наши с необычной тщательностью были уложены в кольца. И чтобы не оскорблять стыдливости, свойственной созвездием, под которыми мы родились, нас кормили мясом чистых животных, выбирая для меня самцов, а для сестры моей замок. Когда мне пошел шестнадцатый год, отец решил открыть нам доступ к тайнам каббалы Сефирот. Он начал с того, что дал нам в руки Сефер Зохар, так называемую светлую книгу, в которой ничего нельзя понять, настолько блеск этого произведения ослепляет сознание созерцающих. Затем мы углубились в Сифра Дизинеута или книгу Тайн, в которой самое понятное предложение может вполне сойти за загадку. Наконец, приступили к Идра Раба и Идра Зута, то есть к великому и малому собранию. Это беседы, в которых раби Симон, сын Иохая, автор двух предыдущих произведений, снижая свой язык до обычной повседневной речи, делает вид, будто объясняет своим друзьям самые простые вещи, а в то же время открывает им самые удивительные тайны. Вернее, все эти откровения исходят непосредственно от пророка Ильи, тайна покинувшего небесные края и присутствующего среди собеседников под именем Равина, а вы? Может быть, вы все воображаете, что могли бы получить представление об этих божественных книгах по латинскому переводу, изданному одновременно с халдейским оригиналом в 1684 году в маленьком немецком городке Франкфурте, но нам смешна самонадеянность тех, по мнению которых довольно обычного человеческого зрения, чтобы читать эти книги. Этого, конечно, достаточно, имея дело с некоторыми теперешними языками, но в древнееврейском каждая буква и число, каждая фраза хитрое сочетание, каждое предложение грозная формула, произнеся которую с соответствующим придыханием и ударением можно без труда передвигать горы и осушать реки. Вы хорошо знаете, что Адонай словом создал мир, после чего сам превратился в слово. Слово приводит в движение воздух и мысль, воздействует одновременно и на ощущение, и на душу. Хоть вы и не посвященные, однако в состоянии сделать отсюда вывод, что слово есть необходимый посредник между материей и духом. Могу вам лишь сказать, что мы приобретали каждый день не только новые знания, но и новое могущество. Если даже мы еще не смели им пользоваться, то все же радовались гордо и тем, что по нашему внутреннему убеждению сила эта таится в нас. Но вскоре одно в высшей степени печальное происшествие положило конец нашим каббалистическим наслаждениям. С каждым днем я и сестра убеждались в том, что отец наш Мамун теряет силы. Он казался чистым духом. Затем только принявшим человеческий облик, чтобы его лучше видели подлунные свещества. Наконец, однажды он велел позвать нас к нему в рабочую комнату. Вид его был такой дивный и просветленный, что мы невольно упали перед ним на колени. Он оставил нас в этом положении и, указав на песочные часы, промолвил. Когда этот песок пересыплется? Меня уже не будет на этом свете. Запомните все, что я вам скажу. Сын мой, к тебе обращаюсь прежде всего. Я предназначил тебе небесных жен дочерей Соломона и царицы Савской. До их появления на свет никто не думал, что они станут бессмертными, но Соломон научил царицу произносить имя сущего. Царица произнесла его имя в то мгновение, когда разрешалось от бремени, прилетели духи Великого Восхода, приняли двух близнецов, прежде чем они коснулись нечистого обиталища, которое зовется землей, а потом унесли их в сферу дочерей Элоима, где они были наделены даром бессмертия и способностью разделить его с тем, кого обе сестры-близнецы выберут впоследствии своим общим мужем. Это как раз те две жены с необозначенными приметами, которых отец их вспоминает в своей Ширгаширим или Песни Песней. Вдумайся в эту божественную Эпотеламу, останавливаясь на каждом десятом стихе. Для тебя, дочь моя, я предназначил гораздо более блестящий брак. Твоими мужьями будут двое Туанимов, те самые, которых греки знали под названием Диаскуров, Афиникийцы, Кобиров, словом, близнецы Зодиака. Что я говорю? Сердце твое слишком чувствительно, боюсь, как бы какой-нибудь смертный весь песок ушел в клепсидры. Я умирал. С этими словами отец исчез. И на том месте, где он лежал, мы нашли лишь горстку легкого светлого пепла. Я собрал эти драгоценные останки, положил их в урну и поместил в домашнем святилище под крылами херувимов. Вы понимаете, что надежда стать бессмертным и обладать двумя небесными женами удвоила во мне рвение к аббалистическим наукам. Однако в течение многих лет я не решался подняться в безграничную ввысь и довольствовался тем, что подчинил себя при помощи заклятия несколько духов восемнадцатой ступени, но с каждым годом я набирался большей смелости. В прошлом году начал трудиться над первыми стихами Шир Гаширим. Не успел я разложить первый стих, как слух мой поразил оглушительный грохот, словно весь мой замок рушился до самого основания. Я ничуть не испугался, напротив, убедился, что дело у меня идет на лад. Перешел к следующему стиху, и когда покончил с ним, светильник со стола упал на пол, подскочил несколько раз и неподвижно остановился перед большим зеркалом, висевшим в глубине комнаты. Я поглядел в зеркало и увидел кончики двух прелестных женских ножек. Сейчас же вслед за ними показались две другие ножки. Я с наслаждением подумал, что восхитительные ножки эти принадлежат небесным дочерям Соломона, но не решился продолжать свои занятия. Следующей ночью я снова взялся за работу и увидел две пары ножек до лодыжек. А двадцать четыре часа спустя стали уже проступать коленей. Но тут Солнце вышло из созвездия Девы и мне пришлось прервать свои труды. Когда Солнце вступило в созвездие Близнецов, сестра моя предприняла такие же действия и увидела не менее удивительное явление, но я не стану передавать вам то, что не имеет никакого отношения к моей собственной истории. В этом году я собирался возобновить прерванную работу, но узнал, что через каждого как раз должен проехать знаменитый адепт. Спор, возникший у меня с сестрой по этому поводу, побудил меня посетить его. Я немного задержался с выездом и из дому и к ужину достиг только Вентакемады. В трактире было пусто из-за водившихся там духов, но так как я совершенно их не боюсь, то устроился в столовой и приказал маленькому Немраэлю принести ужин. Немраэль маленький дух очень низкой ступени, которым я пользуюсь для такого рода поручений. Как раз он и принес тебе письмо из Пуэрла Пичи. Он отправился в Андухар, где ночевал какой-то приор бенедиктинцев. Без всяких церемоний отнял у него ужин и принес этот ужин мне в трактир. Ужин составлял паштет из куропаток, который ты нашел еще на другой день утром. Я так устал, что едва до него дотронулся. После этого я отослал Немраэля к моей сестре и лег спать. Посреди ночи я был разбужен боем часов, пробивших полночь. Эта музыкальная прелюдия заставила меня ждать появления какого-нибудь духа, и я стал готовиться к изгнанию его, так как в большинстве случаев это нежеланные непрошенные гости. Во время приготовлений я вдруг увидел на столе стоящим посреди комнаты сильный свет, потом появился маленький голубой раввин, который стал бить поклоны перед аналоем, как обычно делают раввины во время молитвы. Он был ростом самое большее в пять, и голубой была не только его одежда, но даже лицо, борода, аналои, книга. Я сразу понял, что это не дух, а гений двадцать седьмой ступени, имя его было и осталось мне неизвестным, но я применил заклинание, которому всюду подчиняются все духи. Маленький голубой раввин сейчас же обернулся ко мне и промолвил, ты начал свою работу не с того конца, и в этом причина, что ты увидел сперва ноги дочерей Соломона. Начни с последних стихов, и старайся прежде всего отгадать имена небесных красавиц. С этими словами маленький раввин бесследно исчезли. То, что он мне сказал, противоречило всем правилам каббалистики, но я был так неосмотрителен, что послушался его совета, начал складывать последний стих Шир-Гар-Ширим, и поиски привели меня к таким именам двух бессмертных Эмина и Зибельда. Я был крайне удивлен, однако начал заклинание. Тогда земля страшно задрожала под моими ногами, мне показалось, что небо раскалывается у меня над головой, и я упал без чувств. Придя в сознание, я увидел, что нахожусь в месте полном необычайного сияния. Несколько юношей прекраснее ангелов держали меня в объятиях, и один из них обратился ко мне с такими словами «Сын Адама, очнись! Ты вместо пребывания тех, которые не умирают. Нами правит патриарх Енох, ходивший перед Элоимом и взятый на небо, пророк Илия, наш первосвященник, и колесница него всегда будет в твоем распоряжении, как только ты захочешь совершить поездку на какую-нибудь из планет. Мы эгрегоры, то есть дети, порожденные сынами Элоима и дочерьми человеческими. Ты увидишь среди нас также несколько нефилимов, но лишь немного. Пойдем, мы представим тебя нашему повелителю». Я пошел за ними и остановился у ступеней трона, на котором восседал Енох. Не было никакой возможности вынести блеск его очей. Я не смел даже поднять взгляд выше его бороды, подобные бледному свету, окружающему месяц в туманную ночь. Я опасался, в состоянии ли будут уши и вынести звук его голоса. Но голос его оказался слаще небесных органов. Кроме того, он еще смягчил его, обратившись ко мне со словами «Сын Адама, сейчас приведу твоих жен». В то же мгновение я увидел пророка Илью. Он вошел, держа за руки двух касаемц, чьих прелестей ни один смертный не в силах был бы постичь. Сквозь прозрачные тела их можно было видеть души и подробно проследить, как пламя страсти бродит по их жилам и смешивается с кровью. Два нефилима несли за ними треножник из металла во столько же раз более драгоценного, чем золото, во сколько золото дороже свинца. Дочери Соломона приблизили ко мне руки и повесили мне на шею ожерелья, сплетенные из их волос. В тот же миг живой и чистый пламень вырвался из треножника и пожрал все, что было во мне смертного. Нас проводили в спальню, блистающую светом и пламенеющую любовью, отворили огромное окно, выходившее на третье небо, и тотчас зазвучали райские напевы ангелов. Наслаждение овладело всеми моими чувствами. Что же сказать вам еще? Утром на другой день я проснулся под виселицей Лос-Дарманус между двумя отвратительными трупами, так же, как вот этот молодой путник. Из этого я заключил, что имел дело с неслыханно коварными духами, природы которых хорошо не знаю. Боюсь, даже как бы это происшествие не повредило мне в глазах настоящих дочерей Соломона, чьи ножки я видел. О, несчастный, сказал отшельник, о чем ты жалеешь? В твоей проклятой науке все призрак. Духи тьмы, только посмеявшиеся над тобой, причинили бедному Пачеко гораздо более страшные мучения. Точно такая же участь ждет несомненно и этого молодого офицера, не желающего из-за пагубного упрямства признать свою вину. Альфонс, Альфонс, сын мой, исповедуйся в грехах своих, пока еще есть время. Меня вывели из терпения эти настойчивые требования отшельника, чтобы я покаялся. Я холодно ответил ему, что высоко чту его святые предостережения, но что главный двигатель всех моих поступков есть чувство мести, и мы заговорили о другом. «Синьор Альфонс, сказал каббалист, раз тебя преследует инквизиция, а король велит тебе провести три месяца в этой пустыне, я готов предоставить тебе мой замок. Ты познакомишься с моей сестрой Ребеккой, которая так же красива, как и ученая. Ну, в самом деле, поедем ко мне. Ты из рода гомелесов и отпрыск их имеет право на наше сочувствие». Я посмотрел на отшельника, стараясь понять по выражению его лица, как он отнесется к этой мысли. Казалось, каббалист догадался о моих сомнениях и, повернувшись к отшельнику, сказал, «Отец мой, я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Вера дает тебе великую власть. Мои средства, хоть и не столь святые, однако и не дьявольские. Не откажись тоже воспользоваться моим гостеприимством вместе с Пачеко, которого я, будь уверен, совершенно вылечу». Прежде чем ответить, отшельник стал молиться. После короткого размышления он подошел к нам с веселым лицом и сказал, что готов присоединиться к нам. Каббалист склонил голову к правому плечу и приказал подать коней. Тотчас мы увидели перед дверью обители двух прекрасных коней для нас обоих и двух мулов для отшельника и одержимого. Хотя замок, по словам Бен Мамуна, находился на расстоянии дня пути, мы уже через час были у цели. Бен Мамуна все время рассказывал мне о своей ученой сестре, и я ждал увидеть какую-то черноволосую Матерею с волшебной палочкой в руке бормочущую непонятные каббалистические заклинания. Я ошибся в своих ожиданиях. Восхитительная Ревекка, встретившая нас у ворот замка, оказалась самой прелестной очаровательной блондинкой, какую только можно себе представить. Прекрасные золотые кудри падали с непринужденной грацией ей на плечи. Белоснежное одеяние, застегнутое пряжками, которым нет цены, свободно не спадало вдоль дивного стана. На первый взгляд могло показаться, что она не придает особого значения одежде, однако, если бы это было даже не так, и тогда она не могла бы усилить колдовское действие своих дивных чаш. Ревекка кинулась брату на шею со словами, как я за тебя тревожилась, особенно в первую ночь, когда никак не могла разузнать, что с тобой сталось. Что ты в это время делал, потом расскажу, ответил Бен Мамун, а сейчас постарайся как можно лучше принять гостей, которых я тебе привел. Это отшельник из долины, а вот этот юноша из рода гамелесов. Ревекка поглядела равнодушно на пустынника, накинула взгляд на меня, слегка покраснела и печально промолвила, надеюсь, что сеньор по счастью не принадлежит к нам. Мы вошли в замок и тотчас за нами был поднят подъемный мост. Замок был просторный и содержался в отменном порядке, хотя вся прислуга состояла из одного молодого мулата и мулатки. Бен Мамун повел нас прежде всего в свою библиотеку, маленькую круглую комнату, служившую в то же время столовой. Мулат постелил скатерть, принес олью под риду и четыре прибора. Ревекка не села с нами за стол, отшельник смягчившись ел больше обычного. Бачеко хоть по-прежнему кривой успокоился, однако не подсветлел лицом и хранил молчание. Бен Мамун кушал с аппетитом, но был по-прежнему рассеян и признался нам, что вчерашнее происшествие не выходит у него из головы. Когда мы встали из-за стола, он сказал, дорогие гости, вот книжки для вашего развлечения, мой мулат в вашем распоряжении, а сейчас позвольте мне удалиться, у меня кое-какие неотложные дела с сестрой, мы встретимся с вами завтра в обеденную пору. Бен Мамун ушел, оставив нас, можно сказать, хозяевами его замка. Отшельник взял с полки легенду о первых отцах пустынно-жителях и велел Пачеко, чтобы тот прочел ему несколько глав. Я вышел на замковую террасу, висящую над пропастью, в глубине которой мчался, грохоча поток. Как немрачна показалась мне местность, я с невероятным наслаждением всматривался в нее, или скорее отдавался впечатлению необычайного зрелища. Не столько печаль владела мной, сколько все душевные силы мои охватило отцепенение, вызванное этими страшными тревогами, которые я испытал за последние дни. Чем больше размышлял я над событиями, которых был свидетелем, тем меньше понимал их. В конце концов, я стал бояться думать о них, из-за опасения как бы не сойти с ума. Надежда провести несколько спокойных дней в замке Уседы вносила немного отрады в мою измученную душу. С такими мыслями я вернулся в библиотеку. На склоне дня Мулат подал мне ужин, состоявший из холодного мяса, причем мясо нечистых животных отсутствовало, и сушеных плодов. После этого мы разошлись. Отшельника и Пачеко отвели в одну комнату, а меня в другую. Я лег и заснул. Но вскоре прекрасная Ревекка разбудила меня и сказала, «Синьор Альфонс, прости, что я вынуждена прервать твой сон. Я сейчас от брата, с которым мы творили самые страшные заклинания, чтобы познать природу тех духов, что напали на него в Энтаке-маге. Но все наши усилия оказались напрасными. Мы думаем, что он стал игрушкой валов, над которыми мы не имеем никакой власти. Однако страна Еноха действительно такая, какой он ее видел. Все это для нас невероятно важно, и я умоляю тебя рассказать нам о твоих собственных приключениях». С этими словами Ревекка села на постель рядом со мной, но, казалось, занята была одной лишь тайной выяснение, которое ждало от меня. Однако я упорно молчал, ссылаясь на то, что дал честное слово непреком не упоминать о виденном. «Как ты можешь думать, сеньор Альфонс?» продолжала настаивать Ревекка, будто честное слово, данное двум дьяволам, к чему-то тебя обязывает. Мы уже установили, что это два женских злых духа, один по имени Эмина, другой по имени Зибельда, но пока не можем проникнуть в природу этих дьяволов, потому что в нашей науке, как и во всех других, нельзя знать все. Я опять отказался говорить и попросил красавицу больше меня ни о чем не спрашивать. Тогда она взглянула на меня с невыразимой нежностью и промолвила, «Какой же ты счастливый, что можешь так твердо держаться основ добродетелей, которые озаряют все твои поступки. Каким спокойным сознанием чистой совести можешь ты наслаждаться и насколько наша участь не похожа на твою?» Мы хотели увидеть предметы, недоступные взором смертного и постичь то, чего дух человеческий не в состоянии понять. Я не создана для этих сверхъестественных знаний. На что мне пустая власть над злыми духами? В оста раз предпочла бы я властвовать над сердцем преданного супруга, но отец мой захотел, и я должна покориться моему предназначению. Тут Тревекка вынула платочек и утерла слезы, катившиеся жемчужинами по ее прекрасному лицу, а потом прибавила «Синьор Альфонс, позволь мне завтра вернуться в этот самый час и еще раз постараться преодолеть твое упорство или, как ты это называешь, нерушимую верность своему слову. Скоро солнце перейдет в созвездие Девы, тогда уж не останется времени и предназначение исполнится». На прощание Ревекка дружески пожала мне руку и с видимой досадой пошла опять заниматься своими каббалистическими трудами.